Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прозвучали голоса или напечатаны слова, произнесенные коллегами. И эта эпопея еще продолжается. Сегодня звонили, причем сегодня уже и в МАИП, Московское общество воспитателей природы, звонили, отыскивали наш институт, семинар. И я думаю, что еще завтра какие-то съемки должны быть. И вот еще журнал «Итоги» от нас что-то ожидает. Я очень благодарен коллегам, которые откликнулись на просьбу средств массовой информации. Я прям ничем не могу сказать по поводу часовых повесов, а уж тем более прокомментировать послание Федеральному собранию. Но вот есть среди нас те, кто могут. Вот мы участвовали с Ильей Анатольевичем. Уже в воскресенье, он в пятницу, он мне звонил. И я связал с Ильей Анатольевичем, и в воскресенье уже опубликовали. Я еще не видел, но те, кто хотят, потом смогут посмотреть свою программу «Время». А дальше вот все, что мы хотели на эту тему сказать. А в пятницу уже вечером по новостям РЕН-ТВ я с удовольствием видел Игоря Николаевича Гансенда, который, так сказать, объяснял, как в Китае устроено, как в Европе. Вот, и комментировал то, что в России будет вместо 11, там сколько, 4-5 часовых повесов. А если кто-то знает, кто-то имеет определенное мнение, можете мне в этом признаться, когда мне в очередной раз будут звонить, а с удовольствием вас свяжу вот с этими жаждущими средствами массовой информации. Теперь о нашей нынешней работе. Значит, сегодня в качестве краткого выступления должно было выступать Илья Валентиновна. Но вот там что-то произошло. Произошло на уровне согласования темы между соавторами. В принципе, это должно быть представление их будущего доклада. Но вот оказалось, что к моменту, когда нужно было анонсировать, сегодня у них общее мнение о том, что должен стать доклад или как эту тему представлять, не было общего мнения. Поэтому Илья Валентиновна, так сказать, отменила свое выступление, о чем я извещаю с извинениями перед теми, кто пришел, в частности, чтобы Илья Валентиновна услышать. Теперь относительно следующего заседания, сегодня 17-е, 24-го числа. 24-го у нас, в качестве основного докладчика должен был выступать Дмитрий Геннадьевич Павлов. Но он уже не первый раз выступает в нашем семинаре, мы его знаем. И в этом году было такое знаменательное для Дмитрия Геннадьевича Павлова событие, наверное, для всей науки, был открыт Институт гиперкомплексных систем геометрии и физики. Это частный институт у нас в России, это не первый частный институт, но один из немногих. Причем частный институт положен иметь частное финансирование, финансирование как раз Дмитрия Геннадьевича. Ну, институт есть директор, есть штат, есть в Опрятине, на Медельном озере совершенно замечательное помещение. Нам, Сергей Александрович, мне удалось там быть на открытие этого института. Это, конечно, дружественная структура. Ну, вот программу представляем мы на целый семестр вперед, и в этом есть свои недостатки. Вот это не значит, что то, что обстоятельства меняются. В Опрятине Геннадьевича пригласили в Вену, в Австрию, и он советовал с нами, отпустим ли мы его, как что-нибудь предпочесть. Но я посоветовал съездить в Вену, а у нас еще успеется. Но, тем не менее, тема не отменяется, потому что он будет уникальный фильм по теме доклада Павлова. Фильм, созданный коллективом Павлова, это фирма «Антарес. Анизотропия времени». Фильм, имеющий прямое отношение и к деятельности нашего семинара, и к деятельности института, и, соответственно, к деятельности Геннадьевича Павлова. А если кто-то хочет, Павлова услышите, я думаю, что в следующем семестре, если не уедет еще куда-то, то Дмитрий Геннадьевич выступит у нас. Ну и последнее. А, ну и теперь о сегодняшней программе. Значит, у нас, в качестве краткого выступления, значит, сегодня вместо Валентины Бажановой будет другая тема. Вот, и я вам сейчас представляю Владимира Викторовича Афонина. В дело в том, что Владимир Викторович Афонов написал книгу и выпустил книгу. Причем выпустил книгу в выходных данных, написанных в 2010 год. Поэтому, я думаю, здесь что-то со временем, так сказать, какие-то секреты есть у Владимира Викторовича. Ну, это издательство Ленан. Здесь написано, да. Ленан, на самом деле, мы знаем его как ОРСС. Это Доминго, наш испанский, так сказать, друг, который вот издает многие книги и каждый год меняет, переоформляет заново вот это общество с ограниченной ответственностью, но зато освобождается от налогов, как я понимаю, два года. Ну, издательство, значит, вам известно, вот Владимир Викторович человек самобытный. И он мне признался, что он ничего не читает, чтобы эту самобытность не потерять. Не читаете. Не читаете, да? Чтобы про эту книгу рассказать. В всяком случае, я там очень многого не понял, Владимир Викторович об этом говорил. Но Владимир Викторович уже составил даже презентацию с тем выступлением, хотя у нас не было никакой жесткой договоренности о том, что презентация будет. И вот бывает так, что порой легче, так сказать, уступить, чем отговариваться. Поэтому сегодня у нас лакуна образовалась, кому-то, так сказать, повезло, автору или нам, так сказать, все-таки услышать про эту книгу, как говорится, в редакции автора. Значит, пожалуйста, представьте книгу, а потом нам дадите, люди у вас должны посмотреть. В библиотеке семинара книга есть. Пожалуйста. Пожалуйста. В рубеже XIX и XX веков наука, найдя решение проблем в рамках концепции эфира, с большим сожалением оставила эту концепцию. XX век – это физические теории, основанные на концепции геннодействия. В первую очередь это СТО и квадратная механика. Однако некоторая искусственность этих теорий, то, что они не дают картины процессов происходящих, вызывает некоторое к ним недоверие. На протяжении XX века эта искусственность теории нарастает. И сейчас это положение физики называют не иначе, как кризисное. Попытки введения эфира в теорию можно назвать техническими решениями проблемы, так как эти модели не несут какой-либо реалистической ценности. Слово «эфир» стало настолько затасканным, и практически большинство ученых в него не верят. Но крупные ученые, даже если они в молодости отрицали эфир, в зрелости приходят к признанию этой концепции. Достаточно привести примеры Ньютона, Эйнштейна. Это говорит о том, что на философском, на качественном уровне, эта концепция обладает абсолютной привлекательностью, объясняя на качественном уровне практически все. Но при попытках построения математической теории встречаются такие препятствия, которые физика не смогла преодолеть. Итак, с одной стороны огромная философская привлекательность этой концепции, с другой стороны абсолютный тупик в конкретных моделях. Напрашивается вывод о том, что где-то кроется кардинальная ошибка в физических теориях, которая не дается соединить в единую гармоническую систему качественное представление об эфире с математической теорией. По-видимому, эта ошибка связана с какими-то привычными понятиями, мимо которых все проходят, даже не задумываясь об их происхождении. Я вот 27 лет искал эту ошибку и считаю, что на шок. Эта ошибка связана с понятием время. Все теории идеальной среды, которые строились, не были построены по той причине, что неправильное представление о величине времени. В действительности время – это не аргумент движения, это функция более фундаментальной величины. Ну, вкратце, об основаниях такого утверждения. Понятия из более высоких форм движения материи могут быть сведены к простейшим фундаментальным величинам. История науки дает немало примеров для этого. В науку увозились понятия, величины, которые вначале представления самостоятельными. Но с развитием науки сущность этих понятий объяснялась, и они оказывались функциями более фундаментальных величин. Например, количество теплоты оказалось тепловой энергией. Фактически, калории можно переводить в джоулы. Это одно и то же. Температура – это плотность энергии. Температуру, в принципе, можно измерять в джоулях на кубический метр. Масса, как следует из теории Эйнштейна, оказалась функцией энергии. Массы элементарных частиц удобнее измерять не в граммах, а в электрон-вольтах. Таким образом, представление о величинах количества теплоты, температура, масса, как о самостоятельных величинах, является ошибочными стереотипами. Вот оказывается, что таким же ошибочным стереотипом функции более фундаментальных величин является и категория «время». Первичные величины под названием «время» не существуют. Однако здесь вопрос значительно сложнее вследствие того, что величина «время» входит во все уравнения движения, и чтобы выразить эту величину в виде функций других величин, надо написать новое уравнение движения. Вопрос еще более осложнен тем, что понятие «время» вросло в плоти кровь цивилизации, стало настолько привычным, что никто не ищет ошибку здесь. Ну, в действительности, я, конечно, не буду разбирать сущность. Ну, в общем, признание нематериарной величины «время» в качестве фундаментальной величины означает признание рождения этих изменений из-за чего. Мы на основе отказа от аргумента «время» предложили другая базовая система величин. Вместо системы расстояния масса-время, введенной Ютоном, введена система расстояния энергии... Значит, вот главная формула — расстояние энергии... Вот импульс. Ну, тут главное уравнение среды. Предполагается, что существует всезаполняющая континуальная среда таким вот уравнением. Это плотность энергии, это плотность импульса, и они между собой связаны с коэффициентом пропорциональности. Это скорость света. Но эта скорость измеряется не в метрах в секунду, так как понятие времени не существует на глубинном уровне, а измеряется в единицах энергии на единицу импульса. Это означает, что плотность этой среды, если там нет движения, плотность равна нулю. Элементарный промежуток времени... Вот рассмотрим систему из двух объектов взаимодействующих. Можно дать определение элементарного промежутка времени. Допустим, если происходят изменения с объектом А, эти изменения со скоростью С идут к объекту В и обратно. И отсюда получаем элементарный период взаимодействия. Время течет лишь только в нестационарном режиме. Если никаких изменений нет, то есть режим стационарный, то время не течет. На основе этой базовой системы написано вот уравнение. Но я считаю, что это основное уравнение мироздания. Дальнейшая работа состоит в анализе уравнения. Мною произведен первичный анализ уравнения и построены основные модели электромагнетизма. Я прочитаю сейчас аннотацию своей статьи. Введена гипотеза о том, что категория времени представляет собой функцию более фундаментальных величей. Получено уравнение идеальной среды с использованием этого понятия. Понятия исследованы свойства тонкого вихревого кольца с целью установления аналогии между электроном и вихревым кольцом. Результаты следующие. Первое. Объяснение природы массы покоя. Второе. Объяснение физической сущности потенциальной энергии. Третье. Получен аналог формулы Дебройга для вихревого кольца. Четвертое. Получена формула для электрического заряда как инварианта движения кольца. Пятое. Получена формула для постоянной планки как момента импульса вихря. Шестое. Объяснение силы ловится. Седьмое. Объяснение природы спина электрона. Восьмое. Получена формула планка для излучения. Девятое. На уровне концепции решена задача распространения волн в идеальной среде. Ну, конечно, многочисленность этих результатов вызывает недоверие, но тем не менее все результаты получены из конкретных механических моделей. Эта головоломка под названием структура электрона сложилась в такую компактную систему, что это не оставляет места для сомнений. В общем, я считаю, что нашел это недостающее звено, которое позволит соединить в единую гармоническую систему вот эти качественные представления об эфире с математической теорией. Это уравнение выводит концепцию эфира из философской, из качественной концепции в разряд точной научной теории. Вот, все. Ну что ж, спасибо большое. Покажу, книжка есть, книжка есть в библиотеке-семинар, и дальше каждый, наверное, сможет свое впечатление получить. Спасибо. Вы не прочитаете, что вы написали? Там плохо видно, адрес свой, что там написано? Афония там, что написано? ФП как написано? ФП как написано? ФППХ. ФП «Вадим Алексеевич, а вам кроме доски что-нибудь такое, ничего, да? ВАС «Вадим Алексеевич, а вам кроме доски что-нибудь такое, ничего, да?» Уважаемые дамы и господа, я приехал из Минска и сегодня уезжаю, поэтому я не располагаю временем, чтобы слишком долго говорить. Я думаю, что начну 6 часов, поэтому прошу вас, мне позволить начать мой доклад. Уважаемые дамы и господа, я совершенно взволнован, выступая перед столь заинтересованной аудиторией. Я хочу сказать вам, что я психолог и психотерапевт, и все, что я буду говорить, вся эта концепция времени, которую мне удалось разработать и предложить, полностью построена на использовании чисто психологических факторов. Можете назвать свою тему сейчас? А то написано. Ничего, ну это назовите ее. Психосимологическая модель в Берине. Я прошу вас меня не перебивать, я без конспекта, поэтому я скажу, потом все вопросы. Псих, я все скажу, и тему тоже. И как получены были результаты. То есть, я хочу сказать, что я использовал так называемую первичную психологическую информацию для того, чтобы обобщить ее и получить в некоторых сетях положение, представление о времени, которое мне кажется достаточно интересным. Я предполагаю, что, может быть, люди, которые пришли сюда, прочли мою статью, размещенную на сайте вашего института под названием «Структуры времени», если они интересуются докладом, и заметили там написано, что 9 и 8 главы там нет. Я собираюсь сейчас здесь рассказать вам именно о 9 и 8 главе их содержания, потому что это именно та часть, которая касается практического применения предлагаемой мной теории. Я не осмелился опубликовать ее, и вы поймете почему чуть позже, когда я скажу о ней. И здесь я не скажу все, но то, что я скажу, я думаю, будет достаточно понятно. Кроме того, если кто-то из тех, кто пытался со мной связаться, пришел сюда на семинар и не является членом семинара, можно ко мне подойти после того, как я закончу, и мы продолжим этот разговор. Я надеюсь, что кто-то из них пришел. Итак, сейчас я мог бы очень кратко в двух-трех предложениях изглазить эту концепцию. Но учитывая, что у меня есть время, я сюда приехал, наверное, не зря, я, пожалуй, разверну ее в некоторый такой доклад. Прежде всего, хочу вас предупредить, что те факты, которые я буду использовать, они, во-первых, известны каждому психиатру, но поверясь в них, может только человек, который сам с ними имел дело. Только так. Я поэтому отобрал лишние, которые четко задокументированы. Для того, что я начну говорить сейчас, сразу, сходу, покажется вам несколько фантастичных и вызвать возможное чувство противства. Я просто прошу дождаться окончания лекции. Итак, как-то и не нужно, я хорошо громко говорю, мне будет мешать. Это хорошо, у меня действительно звук идет, нет? Я очень громко буду говорить. Я очень громко буду говорить. Мне кажется, у меня хороший голос, я достаточно еще могу все это озвучить. Итак, прошу дождаться. И как-то однажды в Минский городской психогеврологический диспансер поступила одна пациентка, которая испытывала ночные страхи, катаплексию и пробуждение. И, оказавшись там, она была одной из пациенток, ее родители просили меня, как бы ее, ну, так сказать, опекать, проконтролировать, не дать ее обидеть. И поэтому я уделил ей слишком такое более пристальное внимание, чем это бывает обычно. Обычно в психбольнице доктор видит пациента в день не более двух минут во время утреннего опыта. А потом всталит диагноз по записям, которые делает сестра в журнале. Я психолог, я не доктор, я вообще был им трудодоступен. Но здесь я стараюсь присматриваться, и я обнаружил интересный факт. Она слышала голоса. И голоса эти звучали у нее в голове. Это называется псевдогаллюцинацией. Это линдущий симптом при шизофрении. Если голоса звучат более месяца, можно оставить шизофрению. Уверен. Но, обычно психологи и психиатры, они не прислушиваются к содержанию голосов. А я заинтересовался, а что же, собственно говоря, она слышит? И я был поражен. Оказывается, она слышит подготовительную фазу, внутреннюю фазу, внешние речи, обращенную к себе. Только к себе. И только подготовительную фазу. Когда я хочу ей сказать, причем я не проговариваю про себя специально это. Я собираюсь сказать, Полина, где книга, которую я дал вам вчера посчитать? Я не успеваю ей сказать, она мне отвечает. Я положил ее вон туда. Тогда я стал расспрашивать ее очень подробно. Что же это за голоса? И она все время сказала, что это те голоса, которые я слышу, или как будто это их мысли. Оказывается, вот так считают мысли. Но только ту часть, которая обращена ко мне и намерение произнести ее. Наши диалоги с ней записаны на магнитофон. Где видно, как она продолжает, отвечает на мое намерение, что-то спросить или что-то сказать. И так здесь в этом факте мы наблюдаем интересный момент. Во-первых, мы видим, что некое событие появляется дважды. Сначала намерение, а потом как его реализация. И есть люди, которые схватывают оба момента. И это касается личностей людей, которые находятся в общем поле мотивации. Я бы сказал сразу понятие юнга в общем архетипе. Психология на части личности. Сейчас я это все поясню. Это напоминает мне эксперименты, которые оставил на психологическом факультете МГУ Олег Иванович Тихомиров. Вот такой психолог. Он записывал КГР. КГР, то есть он записывал сопротивление кожи ладони человека. Пропускаем через ладонь эротический ток. Очень слабенький, он его не чувствует. Если сильная эмоциональная реакция, ладонь увлажняется. Сопротивление кожи уменьшается. Всего так увеличивается. Амперметр отклоняется. Это открытие юнга, он в основе этого доктора Жи. Тихомиров делал такой опыт. Это не секрет, это можно повторить любому человеку. Он предлагал искусственному решать задачу. Задачу решает человек студент, допустим. И видно, на самописце идет запись КГР. Идет вспышка КГР, раз вспышка КГР. А после этого он начинает осознавать решение и дает ага переживанию. А, так вот и решает задачу. Он ее решил. Если мы его отвлечем в этот момент после вспышки, он ее не решит. То есть решение на бессознательном уровне, отраженное в эмоциональной реакции, предшествует конкретному осознанию и формулировке результата. И здесь тоже мы видим, как бы, реальность раздваивается. То есть событие раздваивается. Оно происходит, а потом случается. Такие случаи оказались очень изначально интересными. Я подумал, что я все-таки избавился от той мысли, которая научила меня с детства. Как можно быть настоящее, если оно не имеет длительности. Я подумал, что настоящее имеет длительность. Любое событие сперва начинается где-то в другом пространстве, в другой реальности. Потом реализуется в нашем эмпическом мире. Так вот, слушайте дальше. Каждый психотерапевт ведет журнал. Он принимает пациентов, и у него есть журнал. Он записывал журнал, когда, кто обратился, с чем и какая помощь оказана. Кабинет всегда делится. Допустим, я работаю до обеда, после меня другой человек. Я записываю своих пациентов, потом после меня приходит другой человек, записывая своих пациентов. Потом записываю я. К чему я это говорю? Журнал подделать нельзя. Его нельзя подделать. Я нашел интересные вещи. Я сразу перелистываю, я его храню. Он у меня хранится. Это моя очень одноклассная вещь. Приходит пациент, скажем так, человек, и говорит. Мне остался кошмарный сон. Мне прияснилось, что я вижу, идет мой парень. Я чувствую, что его уже это опасность. Я кричу ему, стой, стой, осторожнее, остановись. И вдруг освещение меняется, словно атомная война. Я понимаю, что он умер, и душа его удаляется. Объездитель говорит на мне, пожалуйста, это сновидение. Такая сильная эмоция, что человек пришел, проконсультировался к психологу. Через два дня ее парень, с которым они должны были пойти в ЗАГС и смазать квартиру, где в год жизни он разбился на машине. Через два дня. Вот этот нельзя обмануть, потому что у меня есть запись, с чем она обратилась. И есть факт, когда это было. И когда случилась катастрофа. И сейчас я не буду приводить эти все, эти бурства фактов. Я опубликую их в своей книжке, которая, я думаю, скоро выйдет у нас там в Минске. Название сейчас, не хотел, я не знаю, что скажу. Название «Современная ведьма». Она полупопулярная такая, посвященная людям, которые способны подвести будущее. Вот. И я лишь скажу следующее. Вот это вот предвидение будущего, оно всегда посещает не самого человека, а кого-то близкого, кто рядом стоит. Некоего ассоциированного субъекта, как я его называю. Во всех случаях. Ну, простейший пример. Я сейчас уже не принимаю, я с 2004 года ушел на работу с преподавателем, доцентом на кафе психологии БГУ. Наш профессор, Елена Самуана Слепович, собирается здесь в Израиль. Наш доцент, ее подруга, мне говорит, ей говорит, не лети, мне снилось, что ты взорвалась в самолете. Они у меня спрашивают, что делать? Ну, вам решать. Конечно. И, конечно, она полетела. И она не взорвалась в самолете. В Тель-Авиве взорвался автобус, в котором она ехала. Она вышла из него, и он взорвался. Когда она вернулась, это реально люди, мои коллеги по кафедре. Они это подцепляют. Она вернулась, я спрашиваю, что же ты делаешь на такой самолете? Она говорила, самолет изнутри. То есть кабин, ну, в смысле, салон, кресло. Это похоже на автобус, правда? Можно перепутать. Но я думаю, что часто сновидение ошибается, потому что оно как бы издок выпадает события. И поэтому мы принимаем одно за другое. Но важно само событие, важен факт, реальность. То, что произошло. Есть только один случай у меня документированный, когда человек сам увидел то, что с ним произойдет. Это последний пример, который сейчас я расскажу, потом перейду еще к одному, и потом к самой интерпретации данного. Это было так. Это мне рассказали мои друзья из психопрагницы, новинки. Там есть такое страшное отделение. В одном городе появился маньяк. Маньяк убивал девочек-подростков. И однажды пропала одна девочка. Дальше внимательно. Эту вещь невозможно подделать. Когда милиция стала ее искать, прежде всего пришли к ней домой, нашли ее дневник. И в дневнике было написано следующее. Мне сегодня приснился такой сон. Я ехал в трамвае, мимо школы. Он трамвай не остановился. Он пошел дальше. Я испугалась, обернулась. На меня смотрел парень. Мне стало страшно. И я проснулась. Эта запись была за два дня до ее пропажи. А когда нашли этого маньяка, через 6 месяцев он тоже их убил. При запросе он показал, что он подошел к ней в трамвае. Уговорил ее проехать еще пару остановок до леса. Ну и так далее. И видимо рассудование позабыло, либо не дало значения. Он ее так убил. Она увидела свою собственную гибель в этом сновидении. И снова за двое суток. В течение 48 часов. Я подведу вот эту очень реальную материческую концепцию. Чуть позже. Но еще один пример, который я хочу привести. А как долго вперед можно предвидеть будущее? И вот я думаю, что очень много. Потому что у меня были такие случаи. Я тоже их записывал. Но некоторые пациенты, которые я специально выделил и потом наблюдал. Ибо они посещали меня раз в неделю. Всего я не приходит на 50 минут. Одна девушка мне сказала. Мне приснился дедушка, который сказал, что весной будут выборы президента. Как всегда в том сквере, который в Минске всегда есть для этого, будет митинг. Когда они пойдут, не идти с ними. Там будет много крови. Во-первых, выборы у нас в осенью, в сентябре, а не весной. На всякий случай я рассказал об этом людям, которые не ждали лекции на курсах повышения квалификации. Это были преподаватели и заказчиками, чтобы зафиксировать этот факт. И вот проходит время. Выборы переносятся на весну. Далее представьте себе, как всегда оппозиция распаривает решение, так сказать, избавляя комиссии. И в сфере Янки Купалы находится митинг, который ведет оппозиция. И один из оппозиционеров, бывший ректор БГУ, призывает идти до штурма тюрьмы. Милинкевич, вызвал БНФ, испугался. Говорит, нет, не надо этого делать. А то, что трус, скандал, и они пошли штурмовать тюрьму. Солдаты, охраняющие тюрьму. А тюрьма это такое, как бы крепость, а вокруг нее, в принципе, надо ничего, пространство пустое. Охраняющая тюрьму. Знают приказ, первый высадок в воздух, потом на поражение. И солдаты бы этот приказ исполнили. По крайней мере, белорусские солдаты, которые не думают, а делают всегда. Это наша особенность национальная. Поэтому такие хорошие солдаты всегда. И вот, когда толпа шла к этой тюрьме, солдаты уже приготовились стрелять. Просто чудо спасло. ОМОН успел машины авторузы туда наказать, между ними, их остановить. И пролетие было остановлено. Мой вдруг психиатр рассказывал, что у солдат потом были серьезные БТСР после этого дела. То есть, тоже здесь он предсказал ей события вперед на год целый. И это тоже записалось в журнале. Итак, давайте сейчас попробуем все это объяснить. Все это объяснить. Лично я пытаюсь привести такое объяснение. Прежде всего, я хочу сейчас... Это очень условный рисунок. Я разделю сейчас эту дозу на две части. Это будет очень условный рисунок. Я призываю Александра Петровича Олеговича согласиться с такой схематизацией. Я хочу сказать, что это настоящее. Это черта. Вот это то, что происходит в нашем мире. Вот оно длится сюда. Это наш физический или эмпический чувственно доступный мир. А здесь есть что-то, где готовятся эти события. И которые приходят сюда, я позволю себе использовать ваше понятие, через какие-то гигеррирующие потоки. Пусть это будет не совсем, не то, не ваше понимание. Я просто возьму сейчас без рабочих категорий. Какие-то потоки. И поэтому здесь, конечно же, там, где готовятся события, которые будут происходить в нашем мире, оно должно уже каким-то образом произойти. Я хочу сейчас... Я буду говорить медленнее сейчас. Я нарисую это событие так. Оно сначала совершается здесь. В том мире, который будет в будущем. И по какой-то причине оно отражается в нашем мире. И это отражение... Я так нарисую специально. Сюда как-то делится время. Прошлое. Это отражение я называю индексом. Я называю его индексом специально. Я иду за Пиарже. Пиарже, такой психолог, он говорил, индекс это неотъемлемое свойство объекта, которое сообщает о его приближении. Например, шаги в коридоре, и вы видите, а это идет наш преподаватель, допустим, по шагам. Шаги это индекс. Есть еще символы, есть еще знаки. Это индекс событий. Все события вместе, я так отражаю. Оно постоянно приближается. Этот индекс можно прочитать. Сейчас давайте с вами обратимся к этому событию. Что же такое событие? Я полагаю, что это единица анализа времени. То есть той фундаментальной реальности, которая создает конкретное в нашем мире. Или особенное. То, что не повторяется. И именно поэтому это неповторимое, особенное, не содержащее в себе всеобщего, и является при этом гуманитарным пониманием, то есть понимающего познания, или психологического познания. Ну, или, скажем, идиографического познания. Давайте попытаемся представить себе это событие. Прошу вас быть внимательнее. Так, как представил его психолог Рубенштейн, Сергей Леонидович, сосед, который нужен в его школе. Я для примера возьму событие, которое не из моей практики взято, а из истории. То событие, которое Мак Таггард использовал для иллюстрации своего парадокса. Он сказал, смерть королевы Анны сначала в будущем, потом в настоящем, потом в прошлом. Я хочу вам сказать, что это некорректно. Так ставить вопрос нельзя. Нет вообще никакой смерти. Что значит смерть? Я специально взял в руки литературу и посмотрел. Оказывается, королева Анна умерла от почечной недостаточности. Врачи полагали, что это следствие подага. Может, это от отравления. Нет просто смерти. Есть некое событие. Пуля, нож, яд, болезнь. Рак задушил. Это разное качество. Это нечто, что в настоящем еще пока не заложено. И с точки зрения Рубельштейна, Рубельштейн, это был такой психолог, который уже здесь у нас в Москве. Очень известный советский психолог Сергей Леонидович Рубельштейн. Существует особенная специическая форма детерминации, которая отражает особую форму закономерности. Первое. Существуют динамические закономерности, которые вы все знаете, типа Лапласовских, когда мы однозначно из исходной ситуации можем предсказать последующую ситуацию. Механический констралинизм, да? Понимаете? Настоящие, в тесурское будущее. Ну, затныние солнца, всем это старше известно. Есть стокарстические закономерности, которые можно предсказать с известной вероятностью. И есть то, что он называл специалистические психологические закономерности. Он говорил, что в настоящий момент, допустим, Террой, не присутствует будущее. Его здесь просто нет. А будущее, и поэтому мы его не можем предсказать. Вот, пожалуйста, очень внимательно, потому что уже поздно принимают додумать, будьте внимательны, понимаете сейчас. Трудно предсказать. Почему? Потому, говорит Рубельштейн, что по мере развития, динамики какого-то процесса, он использовал тременно формирование. В процессе формирования какого-то процесса. Или развития. Но он не брал развитие, в смысле, как у Гегеля. Восхождение от басновых сложности, в большейшем высшем контакте, на скачке. А просто его динамика. Может быть, там регресс будет присутствовать. Так вот, в процессе его динамики не просто развило это событие, но формируются новые детерминаты, которые, в свою очередь, начнут оказывать влияние на этот процесс. Трансформировать его. И приводить к тому, что его конечное состояние, это здесь 100, допустим, будет, Т1, будет для нас совершенно непредсказуемым и неожиданным. Когда мы с Брушлинским, это будет научно-раковать телесавтра, мы с ним написали книжку «Мышление и общение». Если есть психология, я не читаю. Брушлинский – это директор института психологии вашей академии «НОУ», который недавно, в смысле, выпадил. В 2002 году. Когда мы с ним это дело рассматривали, мы хорошо об этом написали. Он написал в книжке «Мышление и прогнозирование» и вместе в книжке «Мышление и общение». Это показано было на примере развития подсамышления, решения задач. Нет в исходном состоянии конечного результата. Это было показано на примере мотивации. Нет в исходном состоянии конечного результата. Мотивация получает дополнительные какие-то мотивы, которые не вытекают из предыдущего состояния. Но, вот здесь я прошу еще раз внимания. Если мы все события замкнем, то мы как бы увидим здесь два состояния. Конечное состояние. И мы придадим, исходя из этого состояния, смысл всему событию. Мы скажем, оно было для того, чтобы произошло вот это. В случае с королевой Анной, я внимательно прочел все ее историю, все замок так вот там. Все. И я понял, что с точки зрения истории все это смысл ее деятельности было в том, чтобы создать Великобританию. Была Англия, была Шотландия. Англия вдруг умер король Испании. И Англия вместе с Австрией напали на Францию с Торостей воевать, Шотландия была с Союзником Франции, Англия пошла армию на континент. Поэтому пришлось с Шотландцами договариваться. Создали страну старшую, сегодня здесь как-то Великобритания. Объединенные королевства Шотландия и Англия. Она была в 1934 году, когда выразили в Испанское наследство, и тогда сама Великобритания была создана. Но, вот в этом состоянии ее царствования это никак не было заложено. Но теперь будьте внимательны. То есть, исходя из конечного результата, мы передаем этому смысл. Всему событию. Сейчас я возвращаюсь к этой своей схеме, к этой модели. Итак, вот конечный результат здесь, то, что должно произойти, которое привлекает к себе вот это вот нечто, и который ототроминирует всю, так сказать, структуру, в создании всяких возникающих отраминат, он может быть рассмотрен. Я хочу назвать его аттрактор. Аттрактор, как называется, в синергетике. То есть, то, что соседает, группирует и системализирует нечто. Его можно назвать интеллигией. То есть, действующая целевая причина. Или можно назвать, допустим, психоид, как назвал Бройлер. Это почти то же самое, что интеллигия. То есть, некая скрытая от нас цель, которая постоянно вмешивается и корректирует наше движение. Его можно назвать замысел. Но когда мы говорим так, то мы говорим, что замысел всегда в начале события. Здесь будущее, оно голода. А здесь прошлое. Оно старое. То, что он как раз в начале события. Замысел предстает, наверное, как причинная, естественная система связи. Как причинность. Но он корректирует все. И сейчас я хочу вам сказать нечто очень важное. Если возникает аттрактор, который группирует события и как бы притягивает их, он не может действовать просто вслепую. Ему нужна обратная связь. Не может генерирующий поток, открытый господином Левичем, просто вслепую создавать наш мир. Может быть сбой и хаос. Ему необходима обратная связь. Эта обратная связь и проявляется вот в этих вот самых скалинований, так сказать, настоящего, через откровение сопутствующего субъекта. И если мы с вами займемся анализом этой обратной связи, а я это делал в фирме Сеге, то есть я брал предпринимателей и анализировал с ними сигналы из будущего, помогал им корректировать свои позиции. И два с половиной года они со мной работали, в том числе Пьюербанк, это Куминский известный банк, представьте Пьюербанк. А Санцевич один из этих самых из Пьюербанка, он мог бы здесь сейчас подключить, он приехал в Москву сюда, и витер сказал, у меня тормозит бессознательное, чтобы его не назвал, что он в Москве живет, может ему это повредить. Короче говоря, он пользовался всеми услугами. Мы корректируем их поведение. Итак, используя эту обратную связь, мы можем что делать? Во-первых, мы можем предсказывать будущее, а если это возможно, значит можно его избежать или перестроить. Второе, сейчас я вам скажу эту вещь, это связано с тем, что я наблюдал как полтергейст. Не смейтесь, это реальность есть, физики пытаются обезьянствовать себя с полями, я полагаю, что полтергейст это нарушение темпоральной обратной связи. Так же, как и психосоматические заболевания. Психосоматика. Поэтому, если мы с вами нарушим, научимся нарушать темпоральную обратную связь, мы создаем супер-темпоральную бомбу. Эта бомба будет поражать не объекты в пространстве, а объекты во времени. Допустим, мы можем выключить всех мух дрозофит, где бы они ни были. Все что угодно. Для этого необходимо очень тщательно расследовать состояние аттракторов и их психосемантику, их взаимное расположение. Ибо здесь мы полагаем, и психоид. И третье, что возможно, здесь использование обратной связи, это креативная функция. То есть мы можем, включившись в обратную связь, создавать будущее, влиять на события, как бы делал у человека с бомбом. Скажите мне, что это фантазия. Да, это похоже на фантазию, но первую часть использования индексов для корректирования поведения человека я уже делал и есть люди, которые этим пользуются и платили за это деньги. И это есть, и не один это делал. Что же такое индексы? Индексы – это сновидение, случайно, это фантазия, похожая на сновидение. Это случайно встречная фраза, некая навязчивая мысль. Это соматизация симптомов. Соматизация симптомов, то есть когда человек без всякой причины начинает чем-то болеть. Ну давайте я просто скажу пример. Это всегда понятнее. Если представить к остальской истории исследования по поводу Сократа. Сократ отправился гулять на краю Афины. Была осень, и Сократ собирался пойти либо домой, либо в гости. И он решил пойти в гости. И у него заболела нога. И он сказал, это ты мой даймоний. Ты говоришь мне, чтобы я не шел в гости. Даймоний – это был как бы демон, предсказывающий ему, что ему нужно делать. Он так его перезинфицировал, это бессознательное. Тогда он пошел домой, и на какие-то она болит. Он подумал, что холодно, сыр, что он дома делается. И он пошел все-таки в гости. И он встретил компанию Глеона. Три пьяных древних века. И тот сказал ему, ты Сократ, плохой человек, ты соблазняешь наших сыновей, но если он меня не слушает, и в сердцах он плюнул на жертвенник. И Сократ ему сказал, ты ругаешь меня, а сам плюешь на жертвенник. И ушел. И тот, чтобы его самого не арестовали и не обвинили, агревитал Сократа, значит, что он так раздлили, как человек, не выгодящего из новых богов и оскоряющего старых. Вот, пожалуйста, пример, когда он получил соответствующий индекс, мог бы его просчитать, избавиться от неприятностей. Это событизация симптомов. Почему у тебя болит шпина, шея? Ты много на себя взвалил, дай себе отдохнуть, и сейчас он самому уляжется. Он, если он смеется, увы, это что-то из кистальтерапии. Итак, что же все-таки, если мы с вами обратимся сейчас к этим аттракторам, то я думаю, что мы очень просто можем сейчас, прошу прощения, но кто в своей комнате, здесь есть у меня маленький концветитель. Мы можем рассмотреть, как они располагаются друг против друга, их система расположения, и тем самым оказывать на них избавательное влияние. Но я сейчас скажу какие-то довольно специальные вещи. Прежде всего, давайте можем использовать концепцию классов. То есть они располагаются от общего к частному, наиболее общее понятие дальше по принципу классов. Или, допустим, концепцию прототипов. Они группироваются напротив наиболее типичных представителей, птицов-арабей. Или концепцию экземпляров. Когда есть естественные прототипы и так далее. То есть, когда мы, ну типа, по принципу семейных сходств. Или по принципу концепции схем. То же самое, что взято по когнитивной психологии. Можем их таким образом расположить. Я хочу сказать вам сейчас, что я могу много привести примеров и еще аргументов и так далее. Но я хочу сказать главное, что здесь, мне кажется, это наличие темпоральной обратной связи, ее использование. и я останавливаюсь, потому что я просто опасаюсь этой бомбы. Может быть, становящего идея просто такая фобия какая-то. Я не рассказываю еще один элемент в структуре времени, который позволил бы поставить туда, прививать источник энергии и как его направить, это дело техники, это дело специалистов. но показать принципиальную схему я бы мог. Я бы мог. Я бы даже сказал, что я уже почти сказал, что об этом все в первой главе своей работы с структурой времени публиковали на вашем сайте. И там уже есть одно предложение, которое я тут найду. Я бы даже сказал, что теоретически это работает так же, как биоразиология. Вы можете остановить часы. Любые. Ну, не любые, маленькие, можно сказать, часы. Вы можете остановить. Но если вы сможете войти в определенное состояние, оно воспроизводимо физиологически. Можно его воспроизвести. Ну вот, пожалуй, то, что я хотел. Та модель, которую я хотел рассказать вам и представить товаршот и послушать ваши вопросы. Пожалуйста, я детализирую все, что здесь есть. комментарии или оценки? Коллеги, у нас вполне есть время на вопросы, если есть вопросы. Пожалуйста. Виктор Михайлович, пожалуйста. У меня были два вопроса. Один из вот какой. Когда человек говорит, практически очевидно, что прежде, чем что-то сказать у него появляется готовность к тому, что он должен сказать. это вложиться на взаимосвязь подготовки того, что будет сказано и факта оговорения. Это укладывается в вашу схему. психология. Я хочу сказать, что это не моя схема, схема Соколова, это психология. Всегда есть подготовительная фаза речи. Подготовительная фаза речи. То есть, глубинная речь, речь про себя, предшествует внешне. Но она не проговаривается. Но странно то, что другой человек ее слышит. Воспринимает ее. Сейчас я, если можно, скажу об этом еще немножечко. Что касается Ютой речи, то с точки зрения Джарма Брунера, такой психолог интенсивный, примерно 20% людей ей шарф пользуются. А от остальных она просто идет как подготовительная фаза. Вот это человек считывает. Но считывает только то, что обращено к нему. Я сейчас хотел бы убедить вас в чем-то. Мы делаем один шаг. Мы стоим перед вселенной, которая больше то, что мы воспринимаем. Хотел бы убедить вас вот в чем. Мы, может быть, с вами сейчас находимся в другом месте, где мы видим больше, чем здесь. Вот простой пример. Простой пример. Я сплю и мне слиться. Я вижу железные ворота. Человек бросает огромное чугунное ядро распахивается. Я просыпаюсь от грохота. Это моя жена уронила с короткой до кухни. Как я об этом узнал, мое сновидение подготовило меня к этому, к отрактору этого события. Выстроить целую причинно-следственную, так сказать, цепочку, ворота и так далее. вот там мы с жены были вместе. Этот пример флагерский просматривал. Возможно, я флагерский не очень хочу знаком на жены роде. Второй у меня вопрос вот какой. Вы сказали, что настоящая вот эта линия имеет длительность. То есть, а потом говорили о том, что настоящее имеет длительность. Ну, вот это длительность настоящая. То есть, настоящая включает и левую, и правую. То есть, левую, и правую точки являются краницами настоящего. И поэтому протяженность этой линии изображает длительность настоящего. И вот это вот расстояние не есть ни прошлое, ни будущее, а именно в настоящее. Тогда у меня такой вопрос. Когда Вы говорите о предсказании будущего, то оказывается, что будущее здесь не настоящее. В данном случае это фигура речи. Вот господин, который до меня выступал здесь, он сказал, что время не существует, но все время говорил о времени. Это фигура речи просто, предсказания будущего. Это будущее для нас. Ваше будущее в какой-то степени уже совершилось. Оно уже в настоящем, оно уже реализуется. Но для Вас, для Вашего эмотора, оно еще по которому так. И тогда еще один вопрос. Вас здесь больше увлекало именно будущее, с этими оговорками, которые Вы сейчас сказали и прочее. А вот что Вы можете сказать о прошедшем? Вот по отношению к той картинке, которую она написала. Как появляется прошедшее и где оно здесь? То есть может ли оно быть здесь или нет? Да. Понимаете, в чем дело? Ваш вопрос, Ваш вопрос – это единственный вопрос, которого я боюсь. Не только я. Я думаю, любой из людей, которые полагают, что время – это процесс созидания настоящего и так далее, в том числе и, если помните, фитонный вакуум у Бога, который созидает настоящее, они все и Берксон, я не буду уже продолжать эту линию людей, которые имеют общую схему представления, используют разные слова, они все этого боятся. А куда девается прошлое? Ведь мир переполнится, он лопнет, оно должно исчезать. Оно должно просто исчезнуть, чтобы дать место следующему, так сказать, следующей реальности, следующему настоящему. Если вы помните, будет видеть, это был фильм Ван Говер, фантастический фильм, в прошлом, и там есть существа съедающие, съедающие то, что осталось. На этот вопрос я не знаю тех, я не нашел его нигде. Спасибо. Вам большое спасибо. Как-то я живой человек, обращенный в будущее, я думаю именно о нем. И я полагаю так, для меня лично управлять временем – это предвидеть и учитывать какие-то события. Этого достаточно. И еще я для него одно понятие – своевременность. Я думаю, что если время паровозов… Паровоз появился тогда потому, что время паровозов пришло. Паровозы появились потому, что время паровозов пришло. И все остальное тоже произойдет. Это из будущего настоящего мы получили этот сигнал. То есть это сформировалось там. А вот куда деваются паровозы? Я не знаю, где все прошлое, где то, чем мы были раньше. Где я в детстве, где начало нашей истории, где первородный человек. Это загадка, я не могу сказать. Но я даже не думал об этом специально, честно говоря. Потому, что я вообще работаю лишь по телам, которые имеются перед глазами, которые как бы сам себя доказывают. Такие факты. Понимаете? Факты. Я знаю еще одно. Прошлое, перенесенное в настоящее. Если позволите, господи, я еще прошу одну мысль. Прошло… Прошлого нет. Если даже мы что-то законсервировали, то мы можем его увидеть в настоящем, ожившем. Оно быстро состоится. Я просто видел человека, который находился в детальском сне очень долго. Эта женщина, она как уснула, она была такой же, как была в момент засыпания. Она так вот осталась, такой молодой и все. А когда она пробудилась, она очень быстро, так сказать, пришла в соответствие своим возрастом. Понимаете? То есть, настоящее… То есть, прошлое… Нет. Там ничего не хранится. Там нельзя ничего оттуда изъять. Нельзя каким-то образом вернуться, исправить. И точно так же, я предлагаю, невозможность путешествия во времени. Это, в принципе, невозможно. Потому, что вероятному мытью обладает лишь настоящее. А попасть в будущее хочет уже быть другим. Пожалуйста, если есть вопросы, я буду рад ответить тебе. Валентина Ильинична, пожалуйста. Очень интересно так, что как бы события, которые с нами происходят, мы порождаем своими мыслями, своими действиями. Ну, больше мыслями. Вот. И если, допустим, вот я пробил какое-то событие, оно должно произойти. Потому что я его уже надумала. То есть оно… Вот. Если вы, допустим, я вам обращаюсь за помощью. Вот. И вы это событие… То есть, как я увлечу своики, убираете. Не навлечет ли это… У меня в событии, допустим, что-то еще лучше. Потому что то, что… Как бы я его уже создала, и оно должно было произойти. Если вы его убираете, то может быть… Если позволите… Я хочу вам сказать, что… Ну, тут ваш вопрос… Если вам где-то спрашивают. Первое. Это не так. Вы не создаете будущее своими мыслями. Потому что у вас, если позволите, своих мыслей нет. Вы знаете, откуда они приходят. Вот сейчас нет – она появилась. Вот я говорю, а где следующее за ней? Это немножко другая динамика. Это раз. Во-вторых. Я не могу сказать пациенту, что это… То, что приснилось, это вот несчастный случай. Я боюсь вызвать у него так называемый самоподтверждающийся диагноз. Или самоподтверждающийся прощество. Если случится, то получится так, что я ему это как бы внушил. И он к этому пришел. Понимаете? Поэтому так не работает. Так нельзя корректировать. Кто знает, почему это произошло? Он скажет, что это сделал я. Потому что, если я попрошу вас сейчас не думать о белом слоне, не думайте об этом слоне всех. Вот он с вами уже, этот слон, да? Это основное событие. А то, чему мы уделяем свое внимание, имеет тенденцию развития. Но это уже… Мы просто скамываем то, что не было связано с нашими намерениями. Мы все время новые. И время избегает повторения. И поэтому мы не можем так сделать, что захотел и получилось. Мы не субъект. Мы не только средство чьё-то для реализации каких-то, так сказать, замыслов. Хоть мы и чувствуем себя такими свободными, совершенными. Но мы совершенно, по словам, как орудия. Для того, чтобы что-то было призводено в действительность. И мы должны уметь это сделать. И если мы синхронизируемся с этим, как говорит Юнг, и если мы будем с этим вместе, если мы будем соответствовать своей самости, и индивидуация будет у нас прийти прямо к самости, то мы будем счастливы. Мы будем вместе с собой. Мы будем сделать то, для чего мы созданы. А если он противится, то мы будем несчастливы, даже если мы будем страшно богаты и известны. Вот это ваше. Это вы сами. Это вас так сделают. Кто? Неизвестно. Называйте его Богом, если хотите. Люди боятся этого слова, я знаю. Мы будем называть этого абсолютной идеей. За то, что называло его Зарваном. Вечное время. Вот господин хотел спросить, можно я вам рассказать еще раз? Можно у него в руках поднято? Пожалуйста. Здравствуйте. Я здесь посадил коршок семечка лимона, а потом прошло три месяца. Потом я во сне увидел, что появляется это просто. А потом через неделю еще повторил. А потом я, может быть, решил проверить этот коршок. А там, знаете, семечка попала очень глубокую, ям попала и не мог выходить. А я, может быть, сгорел по краям и дал просто. Вот это я хотел выяснить. Там это такие чудеса, может быть, через повторять все. Как получается? Какой-то сигнал, видимо, я должен-то получил, наверное. Конечно. Мы получили всегда это действие, чтобы это сделали. Под корректирующими событиями. То, что я называю, это самое, порой предстояло, вмешивающие мотивы. Корректирующие в соответствии. Но когда вы спрашиваете у меня как, я же говорю, что это есть, это бывает. А что за этим стоит? Мы знаем лишь причину. Начало и конец. Мы не знаем за этим, что его движет. Что приводит его в движение. Это еще Юн сказал. Спасибо, очень интересный мой пример. Пожалуйста, спросите. Да-да, пожалуйста. Ваши схемы, которые вы делаете. Насколько я понимаю, в вашем представлении настоящее это единственное, оно и есть в единственном числе. И вот некое будущее, которое влияет на настоящее и так далее. У вас вот здесь, так сказать, эта схема. А в вашем представлении, как вы себя представляете, кроме того будущего, которое вы выбрали на схеме, которое влияет на настоящее, вот онтологически, так сказать, мыслите себе, есть ли другие будущие, которые вот в данной ситуации на данное настоящее не повлияют. Но ведь и вариативность. Вы нарисовали то будущее, которое в вашем связке верит на настоящее. Ваше представление антологически, а другие будущие существуют, которые в данном случае не появились, и мы сейчас не будем говорить, могут или не могут появляться в других случаях. Существуют для него, да. Я отвечу вам об этом. Я думаю, было бы лучше, если бы я начал с методами, которыми пользуюсь в исследовании. Я не умозрительный философ. Я работаю лишь с фактами, которые требуют некой рациональной интерпретации, синтеза, какой-то концепции. Поэтому я мог спрашивать себя сколько угодно. Да, я спрашивал себя, что дальше, что еще, что более широкое, есть ли более широкий контекст или другие варианты будущего. Но я не могу ничего сказать об этом. Потому что я не говорю о том, что я верю такой интуиции. Понимаете? Нет никакого реального примера, в котором бы это проявилось. Я не знаю, да или нет. Может быть есть, может быть нет. Скорее всего, что-то есть. Но у меня нет повода о них говорить. Вот позвольте мне сказать одну вещь. Посмотрите. Есть некие общие понятия. Есть человек, да. Для чего существует время? Я написал об этом в своей работе, помещенной на нашем сайте. Время существует для того, чтобы создать вот эту конкретную роль. Одну единственную и неповторимую. Особенная. Не общее понятие розы. Не единичное какое-то отдельное слово. А именно эту розу. Вот только ее. Оно создает вас конкретного, единого и неповторимого. Вот это вот автобучка. Вот это вот человек и так далее. И поэтому, когда мы говорим, что есть нормалатический и интересный подход. Он ищет общее для всех, это научный подход. Научный подход, да. То есть общее для всех. Что характерно для человека. Мы строим рисунок. Идеальный человек. И рисуем целый альбом об этом. И есть и диагностический подход, который говорит, что мы ищем лишь то особенное, что ни в чем не повторяется. Только то, что вас. Вот это особенное и есть продукт воздействия на вас времени. Создание вас неповторимым. Вот что я могу сказать. Я говорю только о каждом отдельном предмете. О каждом отдельном событии. Маленьком. Но я не строю целую картину мира. Понимаете? Вот этого нет. Это было бы просто... Я бы себе это не позволил. Тем более, что я... Я, ну так сказать, считаю себя философом, конечно. Мне может быть такой вскат ума. Но я не такой философ, чтобы позволить себе такую, скажем, роскошь фантазировать. Я ползучий эмпирик. Просто психолог-клинистист, который видит факты и пытается дать им какое-то объяснение. Возможно, другие объяснения будут. Но так есть. Спасибо. Пожалуйста, что вы тоже хотели спросить, по-моему. Да, да. Почему? Я их признаю. Конечно, как раз. Исследование назначает сознание. Ну и что? Я не понимаю, а, муточку, я сейчас пытаюсь понять, к чему ваш вопрос. Да, действительно, действительно, именно в измененных состояниях сознания, я же тут под делал радиологию, человеку удается вот такое предвидение или воздействие на механические вещи. Вот позвольте мне просто сказать, потому что только пошло, я чувствую, что я сейчас скажу много лишнего. Я живу на даче, я обожаю жить на даче. У меня большие часы стенные висят, они механические часы, и у них маленькие, да, они тикают. Когда я вот так вот остановлюсь, на них смотрю, я начинаю дышать в такт, они тик, я выдыхаю, так, я вдыхаю. Я сливаюсь с ними. После этого я чувствую, это уже как бы самый гипноз, да, состояние транса. Я чувствую, что они во мне, это образ, они во мне, и я заставляю их остановиться, и они останавливаются. Они останавливаются. Я учу это у своих студентов. Я показываю на своей жизни, я всем, кто хочет. Ну, получается, только с ними. Однажды получилось, с часами, которые медленно тикают, это вот механические часы, такие кварцевые. Но только, разумеется, это может быть измен в состоянии сознания. Конечно, я многое не упомяну, что можно было сюда привязать. Но вы совершенно правильно заметили, что это здесь в подходе. Интересно то, что, когда Полустовский пишет о своем друге, который они носили воду в Одессе, в большей стеклянной бутылке, это была ценность, воды еще не хватало, их ставили, и она сюда падала, если читали эту его повесть. Полустовского, это была капитальная повесть о жизни Полустовского. И он оборачивается, и вдруг с ужасом видит, что она падает. Когда это происходило? Когда он входит в особое состояние сознание измененное, которое трансовое состояние вызывается либо сильный испуг, либо удивление, либо смерть, либо просто спонтанный транс, центральное состояние сознания, когда мы выключаемся и не поднимаемся, и с прямой взаимодействием бессознательно наслезает реальность. Можно просто транс больше не диктировать. Да, конечно же. Можно использоваться до этого. Кстати, сказать, давайте скажем так, вот вы здесь, если видите, вот хорошо, вы в Москве, я в Минске. Вы рядом, а я далеко. Но я знаю, а вы почему-то, может быть, не знаете. Владимир Ливи, он у вас живет в Минске? В Москве. Фу, простите, я уже от дома. Он в Москве живет? У вас? Он у вас в Москве живет? Я в Москве, сейчас нахожусь, конечно. Возьмите у него спросить, зачем он написал в своей книжке «Охота за мысли» в 60-е годы, когда человеку дали ЛСД, у него спросили, что ты видишь? Он сказал, что голова Вольтера справа. Это потому, что экспериментатор представлял себе голову Вольтера. Он представлял себе, а этот увидел. Ливи это написал. Зачем? Он не выдумал это? Давайте у него спросим. Он где-то здесь сиделось? Поищите его. Я думаю, что у них на трапе вполне возможно. Но в измене он состоит сознание. ЛСД, вы знаете, это глюцидоген, это не энергоз. Конечно же, и такие факторы могут быть. Здесь у вас есть замечания очень-очень интересуются. Пожалуйста, дайте. Я понимаю, что в конце вашего дебата вы очень четко определили, откуда ваша модель времени, она из вашей модели, мы с вами не субъекты, мы с вами не субъекты, а инструменты чьего-то действия. Ну, это просто как бы... Ну, я скажу, что для меня сама эта модель человека абсолютно неприемлема. А если как бы ее не принять, как я ее не могу принять, то тогда получается, ну, как мне кажется, гораздо более привычная нам всем естественная модель, от которой я не вижу причин отказываться, а именно, что будущее событие, это те события, которые я, вы, он, близкие нам, те, которые как-то подсознательно, которые нам близки, создают и как бы своим, как бы, следуя каким-то целям, побуждениям, желаниям, в чем-то, не видним каким-то, но предвидением тоже, как нечто, находящееся в настоящем. И тем самым, они совершаются с теми ограничениями, на которые накладывают физические законы. Потому что мы, как объекты, или там, субъекты биологические, может быть, не только мы, а собачки и марфеи, и тоже, и клетки нашего тела, имеют телеологический какой-то вот, вот, как бы, ну и слабо. Если, пожалуйста, я... Да, я уважаю вашу модель, я не могу с ней согласиться, я хочу сказать вам следующее, здесь, прежде всего, я могу привести массу примеров, даже зная вас из вашей жизни, это событие, главное событие, чтобы не программировались ни вами, ни кем-то из вас, и даже, кстати, ваших ближних. Вы просто удивительный человек, если это так получилось у вас, что все, что вы хотели, все, что вы с целью целью добились. Я хочу сказать вам, с словами классика, ваше государство, российского, хотели как лучше, а по-моему, с нас как всегда. Я имею в виду вашего бывшего премиум-министра. Помните такую фразу? Ну так и как же. Вот, пожалуйста, хотели как лучше. Вот, наиболее типичный пример. Никогда не бывает, как хотели. Никогда не бывает. Кстати сказать, мой покойный учитель Брушлинский, написавший книжку «Мышление и прогнозирование», я говорил, если прогноз уже выдвинут, по крайней мере, мы будем спокойны, что он не подтвердится. Это уж точно. Раз вы стабулировали. Вот это уже будете спокойны, этого не будет. Тогда была перестройка, я говорю, как это за это будущее? Вот так. Увы, я могу с вами исполнить. Но, как психотерапевт, я позволю себе сейчас дать еще один ответ на ваш вопрос. Мне было бы интересно дискутировать с вами, потому что я знаю, что люди, которые абсолютно что-то неприемлемы, бессознательно уже это приняли. Уверяю вас. А когда обучаешь гипнозу, кто-то очень сопротивляется, погружается лучше всех потом. Так что было бы интересно поговорить. Мы часто просто, может быть, не решаемся, не позволяем себе принять это. А я позволяю себе, потому что я не философ и не физик. Я могу себе позволить любое. Любую мысль, которая приходит мне в голову. Я ее принимаю сразу, что она мне нравится. Я озвучиваю. Но есть, конечно, и у меня профессиональное отличие. Пожалуйста, да. Александр Васильевич, пожалуйста. Снеги, пожалуйста, что сегодня влияет на будущее? Вербальная или образная? Вашу национальную я писал, по-моему, Куплин в рассказе «Колдыня». Когда она там шла за героем, молодым, красивым, она сама была молодая, там, представляла, заставляла его идти впереди, делала номерный шаг, он падал. Сейчас объясню. Ображается. С другой стороны, известно, что жрецы были, проклятия всякие, и слово «брошенное», оно вообще обрушало не только индивидуального человека на ходу, но даже целое государство и народы. Это разные вещи. Хорошо, спасибо большое. Большое спасибо. Значит, сейчас хочу сказать вам так, что современная психология, если психолог меня поддержит, говорит, что сейчас мышление кодируется двумя языками. вербальный образовый и генозаический, длинительный. Вот я, видите, разговариваю руками, это таксильный способ кодирования. Я себе представляю все это вот так вот. Понимаете? Я здесь я бы позмахиваю руками. Это еще одно кодирование. То, что в рассказе, видимо, Илья Олеся, куплена. Типичнейший способ подстройки, в котором любой студент, обращающийся англпиз, сделает. Это подстройка. Она идет его шагом, идет его шагом, она вместе с ним дышит. И в нужный момент она спотыкается, и он падает. Мои студенты делали такие упражнения со своими подругами и друзьями, и братьями. Это просто. Это не образный, не нормальный, это кинностический образ, который передается. Когда мы в одном мечтанте, когда мы вместе делимся. Кинностический образ. Очень просто. Я прошу вас всех сделать так. Когда вы будете с кем-то разговаривать, вот у него такая поза будет. И вы поймите его позу, вот так же. И с ним вместе дышите. Он выдыхает, вы выдыхаете. А потом вы позу измените, и он тоже и сдымет. С чего вы это? Называется подстройка Великобритания Аэропорта. Очень простая техника. Здесь есть вопрос. Да, пожалуйста, кто-то хотел спросить. Владимир Владимирович, пожалуйста. Вопрос связанный с однозначностью декретации в рамках вот этой модели и, в частности, на примере, допустим, смысла судьбы королевы Анны. Значит, вам не кажется, что выбрав, допустим, определенную длительность или так же структуру для вашего анализа, вы могли основываться на предположении в случае королевы Анны, на предположение об отсутствии более широкого исторического контекста и субъекта исторического процесса, в которую она могла быть, так сказать, втянута еще до своего рождения. Да, я понимаю. Дело в том, что вот что, с одной стороны, я не хочу вас отомнить, с другой стороны, у меня польза. Я могу подчесть вам лекцию о королеве Анне. Я очень тщательно изучил этот исторический контекст, о том, как она родилась, вот католика, какие были проблемы, это было после революции Кронгеля, не могли избрать короля, в общем, долгая история, но весь контекст ясен, но в этом же ведь контекст однозначно недодоминирует поступок человека. Какие-то мелочи совершаются, пустяки, и этих пустяков на него будет очень много. То, что нельзя из контекста вывести, не с того ли сего убирает испанский король, а у него нет наследников. Надо кого-то посадить. Рассудский хороков представил, габбут друг из своих. Я вот уже не историк этого не работает здесь. Сложные термологии, хотя очень интересная наука. Очень сложные, я думаю, что как в психологии то же самое, только здесь отношения людей, которые уже были. И потом она, она получается как бы всем приемлемым, они ее избирают, она слабый человек. Потом у нее, она дружит с женой Герцога Мальбор, это главный полководец, который разбивает англичан. Потом у них конфликт с этой женой, из-за чего-то, я сейчас уже не помню, можно посмотреть, мелочи как-то пробирала кошка. Не то слово было сказано. И вот ее, так сказать, убирают в тот момент, война закончилась. Война за испанской она сложилась. Конечно, весь контекст, но я даже не в этом, а в том, как странно выстраиваются элементы контекста. Конечно, история здесь. Это такая важная. И мы с вами сегодня тоже смотрим. Я могу предсказать про что, мне кажется, в современных событиях, в современной истории, в современной, так сказать, политике. Но я как-то даже не решаю, что это сделать. Просто я хочу сказать, что мне очень... Когда я бываю в Европе, мне бывает страшно в свое будущее. И такие, кажется, мелочи, такая ерунда, а такие серьезные потом изменения происходят. А в Америке такие чувства? Я не был в Америке, честно говоря. Но я думаю, что да. Те, кто мне рассказывает, ну, так же, наша студентка поехала в Америку подработать, чтобы английский подучить. не нашла английского языка, а там был один испанский. Испанский регион нахит приехал. Не туда поехал. Да? Не туда. Не туда. Правильно, срочно рассказали, конечно, туда. А моя сестра, моя племянница поехала в Америку. И она там работает, племянница, ей 20 лет, она работает в магазине, где хозяйка русскоязычная, она русскоязычная, покупать ли русскоязычные. И, представляете, в Нью-Йорке приходит, человек с английским слушал, спрашивает. И она к человеку говорит, Оля, иди сюда. И расстраивец пришел. Конечно, это о многом говорит. То есть, вот эта структура единственная, как бы... Ну, тут я уже не хочу уходить в область политики, понимаете? Область политики. У вас тоже много страшного, я вижу. В Москве. Всего на неделю я ходил по городу, потому что он утром приехал только. И то, что с теми сталкивался, то, что я видел, и такая страшная злоба, такая ураль агрессии. Это же энтропия в социальном, чем выше энтропия, так сказать, в физике, тем больше агрессия в обществе. Когда я спрашиваю молодой человека, далеко ли станция не трогает относительно. Что трудно сказать, у нас бы все сказали, даже показали бы еще. Никто не объяснит, даже в газете киоск. Я говорю, у вас тронимартовус продаются, а где продается? Нет. А где? А такая прям смещенная. Что тебя так злобит? Но это уже, так сказать, детали. Прошу, пожалуйста, по-моему. У меня вопрос к идущим, так как я думаю, человек случайный. Вернее, не случайный. Я насчет того, обсуждения будет? И мы вопросы потом, да? Поэтому тогда у меня только вопрос насчет, вот вы действительно считаете, что человек может влиять на, ну, как в данном случае вы привели, дрозофил. То есть, не на себе подобных, а вот именно на другие уровни организации жизни. Не только жизнь, но и материи вообще, в принципе. Это будет новая стадия развития человека, мне кажется. Знаете что? Вы, наверное, в курсе исследований такого психолога, как Вениамин Нович Пушкин и его коллеги Дуброва, которые были здесь в Москве, которые были закрыты и сделали потери кинезу. Перемещение предметов, там, Эмель Кулагина и так далее. Есть фотографии, есть документы, есть, в общем-то, это прохождено. Я не хочу сомневаться, когда мне все люди рассказывают о том, что они видели эти феномены. Эмель Кулагина была человеком срегофримией, Они все любые человеки способности, они такой всегда в измененном состоянии сознания находятся. Но опыты-то были и летали сигареты и пустые короткие спички. Может, конечно же, да. А знаете, что еще? Давайте, ну, я, понимаете, как бы, боюсь полностью раскрыться. Да? Я вот, я же скажу, я закончу, 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 подожди, закончу, позвольте, закончу. Позвольте закончить. У меня есть данные, совершенно точно, социологи провели, если в городе, в городе один процент, я не помню, один процент медицирует одновременно, то на 10 процентов снижается аварийность, преступность и так далее. Пожалуйста, ваш второй вопрос. У меня вопрос небольшой еще. У вас есть домашние животные? Да, у вас есть. 14 лет, я уже очень прекрасно себя чувствую. Я каждый гамм. Прежде чем задать вопрос, я хочу сказать, что ваш доклад очень симпатичный, потому что 100 процентов вложится в мои тоже наблюдения. Вместе с этим, когда вы делали доклад, несколько раз вы сделали отступление, что здесь вы слишком много сказали, здесь вы не скажете, а здесь вы вообще не скажете, а здесь вы не опубликовали, потому что для опасания. Последняя фраза, вы боитесь полностью раскрыться. Это приемы организации публики? Нет, 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 нет. Зачем я организовываюсь? Моя докладская в группе, совершенно изучаю и кандидатские все. Совершенно это то, что мне хочется, мне интересно, мне хочется быть самим собой. Я сказал, я боюсь полностью сюда скрыться, потому что я не знаю аудиторию. А вы зато будут ногами, засвистят и сбор отсюда. Я говорю, мало ли что, бывает такое, правильно сказать, мракобесие. Вы боитесь за свою научную депутацию? Нет, я боюсь за свою здоровье. Побьют. Нет, нет, моя репутация от этого не пострадает. Моя репутация в другом области совершенно реализуется научной. Это раз. Во-вторых, я еще раз хочу сказать, я сначала не опубликовал эти последние дегланы, потому что вот то, что сейчас вы не заметили, может быть, использование обратной связи, темпоральной обратной связи, я считаю, это центральная категория, которую я открыл, она может дать очень негативный результат в плане манипулирования людьми и вообще создания оружия. Я имел уже обращение с предложением эту тему разработать, обсудить. И эти предложения исходили из тех, кто, я до сих пор не знаю, кстати, либо это просто позеры, которые зарабатывают деньги на том, что мы тут делаем, так сказать, сейчас, истуем новое оружие, нового времени и просто зарабатывают на этом деньги. Либо это реально какая-то, так сказать, инициативная группа, которая готова вооружить, допустим, Россию, чтобы потом в будущей войне победить. Понимаете? Я имел такие разговоры, такие, может быть, даже сейчас, это сейчас, может произойти вечером, сегодня, когда я буду уходить домой, такая встреча. Поэтому я как просто обыватель испугался этого, понимаете? Я это не опубликовал, хотя трепался вовсю-повсюду. И дома все знают меня хорошо, в Минске, я везде выступаю, рассказываю, обсуждаю, так сказать. Но вот, и самое главное, я сейчас не рассказываю просто один нюанс, я не знаю, что это сказать. Как конкретно это сделать? То есть я могу, вот сейчас все, что я могу сейчас, мне этого не делали. Я подумаю еще, я боюсь. Я могу, как Теолковский, нарисовать схему покорения космоса. То есть некая штука, реактивный принцип, который позволяет лететь в пространстве. Специалисты додумывают детали. Какое будет двигатель, как будет смешиваться горячее, какое горячее, понимаете? Но ты додумаешь. Вместе с этим, разрешите еще маленький подбак, сейчас достаточно остро обсуждается этика навыничного исследования. Да. Как вы думаете, возможно, наше мышление и наше исследование тоже надо построить каким-то образом так и при пронесении материала, чтобы оно было настолько этично, чтобы предвосхитить, отрицательно его использовали? Нет. Нет. В науке нет ничего. В науке этики быть не может. В науке есть только истина. Поверьте мне, только истина. И никакой этики. Никакой. Когда у Опенгейера спросили, как вы думаете, сколько погибнет Хиросима в 2020? И он, интересно, как будет работать механизм. Понимаете? Я вот, пожалуйста, сейчас я буду уже раздирать, я сейчас скажу лишнее, но я думаю, что этики нет. Это раз. Во-первых, это не наше. Если паровоз из-за близости, пришло время паровозов. Это через меня идет. Ну и что? Это мне интересно. Ко мне приходит. Понимаете? Почему же он рассуждать о нравственности? А о какой нравственности? Есть нравственность, которая считает, что главная ценность это элита, как у Золотусты, главная ценность это нация, как у Гитлера. Нравственность это то, что каждый магазин, как у Иисуса Христа. Какую из них выбрать? То, что бедным классом нравственность, это вопрос очень эффективный, непонятный. И когда он включается в науку, ну вот хорошо, безнравоственно было адаптировать трупы, пожалуй, безнравоственно. Его позакопали, ночью взял, другую полтора разобрал его, ну что, получилось. В итоге получилась анатомия, человек, я не хочу, не думаю, что есть такие ограничения. Если оно пришло в голову, этот труп будет использован, где-то проговорил. Но разумеется, не с Гитлером же это проговорить, потому что это уже нравственность личности, а не ученого. То есть не запретить себе думать, но запретить себе отдать в те руки, которые это будут пустить на такое дело. Понимаете, вот в чем. Это уже разумеется личности. А в новойке все можно позволить себе, любую мысль. Да, пожалуйста. Коллеги, прошу прощения. Вас волнует будущие Европы в связи с тем, что там мало верующих, и этим могут воспользоваться исламисты? И второй вопрос. Вот маньяки и вампиры, это одни и те же сущности, или как-то они отличаются? Сейчас я скажу. Будущее Европы будет вот таким. Я даже прочел книжку одну интересную. Когда Магомед, пришел Магомед в 7 веке, он очень быстро завоевал и Персию, и Испанию, и очень весь мир. Знаете почему? Потому что его там ждали. Там было много людей его веду. Понимаете? Там были большие диаспоры арабские, да? Я читал интереснейшую книжку. Гитлер побеждал. Я знаю, что вам это будет совершенно, вот, совершенно невозможно понять. Он побеждал там, где его ждали. Его ждали во Франции, его ждали в Польше, его ждали везде, кроме Советского Союза. Здесь никого было ждать. Всех посадили. Понимаете? Тайан де Шарден, известный философ французский, писал. Когда я пришел, я немецкие солдаты, я любовался. У них здоровые зубы, крепкие торсы, а французы все гнилые. Вот это, понимаете ли, это самое, воспитание. Так вот. Вот это вот уже есть кому ждать в Европе. Понимаете? Поняли? И Косово, это будет потом еще дорого вспоминаться. То, что они забрали в Косово, потому что никелевые рудники, Милошович национализировал в 1925 году. А они их охапали, охапали обратно. Ну и что, что никелевые рудники? Что там анклав? А были ли во Франции? Видели, что там строится? Какие там эти самые, так сказать, битвы? Французский говорит, если это война, то это же наша армия. Вот на чем это что. Так что, вот я думаю, что это вот подборочие. Милейтины Ильич, минуточку. У меня есть предложение. У нас с вами уникальная, сравнительная для наших с вами возможность. У нас много времени на вопросы, на обсуждение. Я предлагаю, как обычно, вот время пять минут отдохнуть. После этого провести обсуждение, а потом еще вопросы. Давайте попробуем. Если вы не возражаете. В 9-й в поле уже что-то. Что-что? В 9-й в поле уже что-то. Ну что, у нас в 11 часов есть. У меня сегодня в пробке, а по автобусу у вас уходит в метро. Ну хорошо, хорошо. Давайте не будем отдыхать из коллег. Хорошо. 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 Тогда, значит, вот вы хотели выставить. Кто еще просмотрит вас? Я так удовольствие, что вы внимательно посмотрите, потому что не все на прочитании текста, но вы будете добры. Я очень внимательно не только слушал Владимира Алексеевича, но и накануне изучал материалы, которые доступны на интернет. Так что мы с вами заочный знак. Но я вам не успел написать. Вместе с этим ваш доклад на 90% вложится на те материалы, которые были собраны в минуту. И потому мой комментарий будет частично развитие собственных мыслей, а частично может быть предложение о сотрудничестве. Комментарий заключается в следующем. Я не зря задал вопрос об измененных состояниях сознания. Потому что в собственных размышлениях я пришел к выводу, что особые способности человека, в том числе их предвидения, приходят чаще всего в необычном состоянии. И оно отличается от состояния бодрства. И оно чаще всего принадлежит той карте измененных состояний сознания, которая исследуется и которая принадлежит сфере подсознания и бессознательных архетипов Юнга, в том числе. Ваше определение, которое вы дали этой тучке, психоид, аттрактор. Психоид, это, по-моему, начинается от Юнга. Он считал, что есть такие сущности, которые одновременно и психические, и физические. И человек их чувствует, и участвует в их событиях, и архетипы очень часто являются психоидными сущностями, которые могут реализоваться как в физическом пространстве, так и в психическом пространстве. И человек может их в психическом пространстве ощущать. Если же эти архетипы значительно степени связаны с будущим, вполне реально, что он ощущает и видит развитие того аттрактора будущего, который, возможно, скоро реализуется. И он уже в настоящем, каким-то образом с этим связан. Он уже в этом потоке, в этом аттракторе, он уже часть этого аттрактора. И очень часто, как пишет Юнг, цитирую, это иногда развивается в минимальной модели, когда это все в группе людей, или в огромной модели. Но рисунок один и тот же, один и тот же аттрактор, только модели разные, минимальные или максимальные. Плюс к этому, когда вы заговорили о супертемпоральной бомбе, у меня сначала возникла реакция, что человек пытается привлечь аудиторию. В крайнем случае, ни у кого не возникло желания заснуть или расслабиться, все были в состоянии напряжения. И в течение выступления Владимира Алексеевича все время звучали приемы психотерапевта. Например, обратите внимание, сейчас прозвучит самое главное. И подобные вещи. Это очень стимулировало слушателя, казалось интересно и так дальше. Вместе с этим у меня возникло впечатление, что вы не просто заинтересованы этой темой. Эта тема вас немножко пугает. Как это реагируют люди, вы не ответили на этот вопрос. Но, возможно, вы плохо знаете действительно эту аудиторию. Эта аудитория слушала здесь и не такое. И они готовы были выслушать откровенный ваш доклад. И, возможно, удовлетворения было бы больше. И, судя по всему, вам не что сказать и опубликовать. Но самое интересное дальше. Когда мы не услышали каких-то вещей более глубинных, возникло ощущение, что, может быть, их и нет. Потому что они не опубликованы, они не проговорили. И у меня даже как и психотерапевта тоже, и психолога, возникло ощущение, а не прием ли это привлечь к себе людей в индивидуальной, висеть и так дальше. Мы часто пользуемся такими вещами, когда не проговариваем все для аудитории, потому что аудитория нам не платит. Вот в чем дело. Ощущение у психотерапевта именно такое возникло. Вот что самое интересное. Вместе с этим вы все время опирались на тексты, которые опубликованы. Даже Брушлинский, который еще в 50-х годах опубликовал на этот счет, такие смелые свои озарения. А кто же будет опираться после нас, если мы не опубликуем ничего? И я вас призываю опубликовать все. Не просто добросовестно и скрупулезно, но отчаянно смело и, возможно, мысленно, что-то успеем еще опубликовать. Потому что когда Юнг опубликовал в конце жизни, он говорит такое, и Фрейд тоже, когда им было там уже за 70, подносилось, они говорят, ну теперь ничто не обрачит наш авторитет как ученый. И мы позволим себе опубликовать следующие свои предположения. И начинали говорить на эти темы. Вот в чем дело. У нас с вами еще достаточно лет пожить. И я вас призываю опубликовать откровенно то, что вы чувствуете, мыслите, что наблюдаете, и, возможно, кто-то потом на эти вещи и шпеет оперец, и мы это дело сделаем. Вот в чем дело. Я вам визитку отдам. У меня в интернете масса материала. И огромная компания людей, которые вокруг этой темы мысль. Я вас тоже приглашаю. И, возможно, мы дальше пойдем действительно. А вот насчет измененных состояний сознания, это действительно бездна, которую следует исследовать. И не просто исследовать, но каким-то образом научиться исследователям, которые исследуют измененное состояние на собственной шкуре, сам, лично, судя по всему, вам тоже это знакомо переживать, научиться сообществом поддерживать этих людей и помогать им оставаться психически здоровыми. Вот в чем дело. Потому что человек-исследователь в измененных состояниях сознания чаще всего теряется для научной общественности не потому, что он закрылся, потому что он вышел за пределы нормы, за пределы душевного здоровья, и там потерялся. Вот в чем дело. Что касается предвидений, действительно феномен необычный, никак не объяснимый обычным состоянием сознания, никак не объяснимый обычным потоком времени. Казалось бы, будущее, которое еще не реализовалось, вот оно пришло в сознание, вы увидели в деталях. Таких действительно фактов и в моих собственных наблюдениях масса. Возможно, вам известны работы профессора Самохвалова в Медицинский университет Симферополя. Да, конечно. Он выпустил книжицу, где тоже приводит подобные примеры над клиническими клиентами, которые действительно выдавали ему феномен предосхищение будущих событий. Получается, психиатрия кишит эти примеры. Но самое интересное в следующем. Когда говорят, что примером для научного доказательства послужили данные от душевно больного человека, очень часто не принимают это как пример для доказательства. Другое дело, когда здоровый человек, войдя в трансовое состояние, умеет предчувствовать, выходить и быть здоровым, и являться таким экспериментатором живым, здоровым, жизнерадостным, жизнеутверждающим, и доказывать, что такой феномен существует. А психически больной человек чаще всего доступен психиатром-психотерапевтом, такому закрытому сообществу, который чаще всего другим недоступен. И я думаю, что к людям надо быть с большим доверием и открывать карты на 100%. Возможно, тогда последователей будут больше, пониманий будет больше, и мы продвинемся, возможно, дальше. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Ну, вот если я правильно помню, даже шла речь у нас с Владимир Алексеевичем, о том, что он сегодня уже привезет книгу, которая выйдет, но, как я понял, из реплики она еще не вышла. По-моему, вашему завету уже Владимир Алексеевич следовал до того, как вы его высказали. Сейчас, минуточку, давайте будет выступление, потом, если можно, вы все вместе ответите, ладно? Коллега, пожалуйста, как вы думаете, сколько времени нужно? Мне нужно пять минут. Известно, что я с Красноярска и позволю привлечь вот, вот, как бы, тема, сам семинар. Я занимаюсь динамикой лесной растительности, и вот доклад, почему я вышла сюда, удивительным образом лег на какой-то мой жизненный опыт, но вышла я для того, чтобы, как бы, обратить внимание, в общем-то, мужчин на причинно-следственные связи, которые какие-то вот прослеживаются в вопросах, в ответах и в объяснениях. Почему мужчин? Потому что, как женщина, я, например, знаю, что у меня был случай, это был подростковый период вот этого вот предвидения, и касалось человека, который был непредразличен. И как биолог я сейчас понимаю, что когда первый ребенок был, и я чувствовала его пробуждение, ничем не могла это объяснить, это тоже было, в общем-то, природой заложенное свойство, которое я, как женщина, как говорится, вот ощутила. И большинство ощущает, если нормальные или, наоборот, стрессовые ситуации. И в данном случае, когда говорится о том, что проростки там дали сигналы, раскопайте меня, я как биолог вам скажу, если мы знаем, что в каждом 5% агент земледелия, то какие-то знания об этом есть, и сигнал идет, что через какое-то время должен росток появиться, не должен же он там годами сидеть. То есть это обычное объяснение, и не надо тут говорить, что он сигналит раскопание. И в связи с этим меня удивило вот это вот, ну, может быть, это, не знаю, что это причинно-сведственное, вот это вот антропоцентризм своего рода. Вот этот вот взгляд на то, что ума саппиенс может там чего-то, ну, на дрозофилу, на дрозофилу, почему я спросила про домашнее животное, потому что вот у меня с детства домашнее животное – это черепаха. И как бы это объект, который дрессировки, элементами дрессировки, в общем-то трудно предположить, что поддается, да? Тем не менее, я, наблюдая за этим существом, поражаюсь мудрости природы, эволюции, той информацией, которая в ней заложена, потому что реакция ее на события, вот, кроме как, вот многовековым опытом не объясняется. И эта реакция может сбиваться от такого, например, фактора, как установка пластиковых окон. Ей надо там буквально два сезона, чтобы адаптироваться, чтобы опять выработать места для спячки и так далее. То есть, понимаете, вот беда нашей страны, я где-то это вычисла, наверное, где-то по психологии, что мы о строении атома со школьной скамьи знаем больше, чем о собственной психике, о собственном устройстве. И поэтому, когда мы начинаем, вот мне понравился там всплеск, я знаю, действительно, вот я работаю с иностранцами, так получается, вот, в меру своей там деятельности, и языковый барьер, он не такой уж большой получается, когда глаза в глаза, когда непосредственно работаешь, то есть на уровне вот интеллектуального какого-то вот такого общения. Поэтому я, как говорится, вот очень рада, что я попала на ваш семинар. Простите, если немножко сумурно, четыре часа мы стоимся, как говорится, это тоже сказывается. Рада была познакомиться. И вот хотела бы к автору обратить внимание. Не бойтесь вы, у природы столько механизмов защитных, что человек, вот я занимаюсь лесными субсессиями, восстановительными, знаю, что и у леса столько, и то, что вот сейчас падение производства, вот в рубке у нас там меньше стало, это тоже механизм, регулирующий наше пространство. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Малыч, пожалуйста. Спасибо. Стоять, можно прямо здесь. Будете ходить, я буду... Ну да, я буду рисунок сделать. Спасибо. Ну, здесь вот докладчик неоднократно прозвучало опасение о том, что могут не воспринять, вообще там ногами затопать. Ну и вообще у всех сообщений о том, что о возможностях предсказания будущего как-то традиционно сложилось, какой-то налет сложился антиналучности. Но я просто хочу сказать, что на самом деле вот подобный факт возможностей предсказания будущего, он вообще-то физике не противоречит. Ну, как профессиональный физик, я могу сказать, что на самом деле, когда у нас есть два события во времени, вот скажем, шкала времени, там, Т1 и Т2, что в том случае, если у нас энтропия повышается, ну, как обычно в термодинамике, энтропия, вот, если она у нас повышается, то событие Т1 воспринимается наблюдателем как причина, а Т2 как следствие. Но дело в том, что если у нас процесс, ну, скажем так, антиэнтропии, то есть некий процесс, в котором точно от момента Т1 к моменту Т2 энтропия понижается, то со стороны наблюдателя это выглядит как стремление к некоторой цели. И вот как раз очень-очень понравилось, что вы говорили там о цели, вот это совратные связи. Поэтому фактически любой процесс с сильным понижением энтропии выглядит как то, что стремится к цели. То есть как раз примерно вы об этом и говорили, что система, стоящая из разных элементов, возможно разнородных, организовывается, приходя к некому закономерному результату. То есть происходит самоорганизация. Но дело в том, что процессы с понижением энтропии, они физикой совсем не запрещены. Запрещены процессы с понижением энтропии в замкнутых системах. Ну, так сказать, тоже на самом деле не запрещены. То есть это возможно в качестве флуктуации. Но, скажем так, как правило, они не происходят, скажем так, существенно. Но ведь это же система, рисованная вами, с обратной связью. Если она изолирована, то да, это, так сказать, выглядит неспотиворечащим. Ну, по крайней мере, термодинамики. Но ведь это существует в окружении. То есть, собственно говоря, если происходит понижение энтропии в неком, как говорится, резервуаре, где-то помещено, то есть повышение энтропии происходит, то локальное понижение энтропии вот в этом цикле, оно, так сказать, никаким физическим законам не противоречит. Собственно говоря, направление науки с энергетикой, собственно, и занимается тема процессами с понижением энтропии. Таким образом, собственно говоря, никакой, скажем так, возможной, там, ярлыка антинаучности, вообще противоречия стеоретической физике у предсказания будущего. и вот наличие, скажем так, знаков судьбы, скажем так, о будущем, на самом деле нет. То есть это, ну, локальный процесс с понижением энтропии, не более того. Спасибо за внимание. Поэтому не нужно бояться. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у кого-то есть рассуждения? Пожалуйста, Игорь Григорьевич. Я хочу обратить внимание на то, что видение, ну, я начну даже с примера зайка, чтобы речь быть понятна. У меня зайка живет, а там, где-то, черепаха. Дело в том, что ни черепахи, ни зайки не известна знаковая система типа нашей речи. Они живут образами. Вы представляете? Образы, которые отражают ситуацию и позволяют комбинировать. Я удивлен, когда, вот сейчас искусственные эти зайки, через пять месяцев он так ориентировался в этих комнатах, во всех предметах, принимал решения и, все, пять-шесть месяцев, представляете? Реагировал на кота и прочее, прочее. То есть, я хотел бы сразу обратить внимание на то, что есть две системы. одна система, это система воспроизводства будущего образа, а другая воспроизводство и образы есть, но прежде всего словесные, знаковые, символические, кодовые и все прочие средства. Чтобы не заслоняло вот этот, сами носители этого процесса, чтобы они не заслонялись вот этими механизмами и они дали бы возможность понять, что происходит. Вот сейчас идут фильмы. Вот, один из таких деятелей, который, находясь в Германии, предсказы, он, обратите, как он объяснял, образы рушатся вся Германия, вся Европа, он видит, рушит, все, он закрывается, он, что, он сам не сознает, это не вне речевое, вы представляете? И это действительно можно воспроизвестить, находясь в условиях этого гитлеризма, может совершенно образом и продолжить, чем это кончится. Но только люди живут, и смотрите, мы управляем, сознание, что такое сознание? Это значение знаков, слышите? Значение знаков, употребление этих знаков. Поэтому мы, почему вот тут очень хорошо Каллионе говорил, когда мы лишаем себя, находимся в трассе, то есть лишаемся стереотипов, знаков, мы начинаем быть со всеми другими. Так что это следует иметь в виду, на это я хотел бы обратить внимание, потому что здесь, мне кажется, собака зарыта, в понимании, почему такие превосходства у тех, кто же мыслит незнаковыми системами. Знаете, Эйнштейн открывал не благодаря тому, что он знал теорию, наоборот, те, кто знали физическую теорию, ничего не открывали. Открывали те, кто мысли, но они отрисляли себя с объектами и воспроизводили образами эти объекты. И поэтому разрушали эту систему. Поэтому нужно на это обратить внимание для того, чтобы осознать могущество этого потенциала. Вот сейчас новый номер журнала «Мир психологии» будет посвящен образу. И они мне заказали, чтобы я на эту тему поразмышлял. Так что остальные мысли я вот в этом четвертом номере постараюсь изложить. Спасибо. Виктор Михайлович, пожалуйста, Ваше выступление. Я бы хотел обратить внимание и докладчики присутствующих вот на что. Мне когда-то приходилось заниматься методологией проектирования. И я хочу привлечь Ваше внимание к такой вещи, теории деятельности. Когда человек делает что-то, когда люди делают что-то, то энтропия тут совершенно ни при чем. Это нечто иное. И поскольку это происходит абсолютно всегда и везде, то говорить об антинаучности таких вещей просто наветно и глупо. что я хотел сказать. Вот когда возникает мысль о создании какого-то огромного предприятия или комплекса предприятий, проходит много стадий проектирования будущего объекта. И эти стадии естественно расположены последовательно. Сначала общий замысел, экономические всякие моменты, потом более детальные, более детальные и так далее, и так далее. И это последовательная аппекация деятельности. Но через какое-то время люди начинают понимать, что когда это предприятие заработает, то пройдет совсем немного времени, когда ему уже надо будет перепроектировать. Ну вот мы сейчас с Вазой намеряем эту вещь, ну вот опаздывают вот это все. И что пришло тогда в голову? Пришло в голову то, что необходимо непрерывное проектирование на всех уровнях. непрерывное проектирование. Так вот мне представляется, что то, что нам присылал докладчик, может быть, может быть, имеет смысл повернуть вот таким вот образом. Вот из такого в такое. и у нас есть непрерывное вот осознание чего-то и вот эти точки там, где это реализуется, скажем так. то есть то есть когда например, я уже вот в вопросе это говорил, когда человек например это говорит, то абсолютно ясно, что у него работает, ну как минимум, два уровня. Уровень, на котором он мыслит и формирует те мысли, которые он хочет высказать, и тот уровень, на котором подбираются слова, создаются предложения, высказывания и прочее, и прочее. Это один момент, на который я хотел обратить внимание. И в такой момент это вот что у поля Третьёра есть замечательная произведение в треме и забыл точное название, но это недавно выпущенная книжка года два назад Третьёра, где он говорит об истокии, но то, что он говорит об истокии, очень подходит к тому, что мы сейчас слышали. Это формирование фабулы. Когда мы осмысливаем какие-то эстетические явления, то мы осмысливаем таким образом, как пишем рассказ в поле Третьёра. Так вот, человеческое сознание устроено таким образом, что всё это имеет место быть. только я в таком вот на 90-е градусом повёркнутом губе. И это особенность сознания. А что касается ещё раз вернусь к тому, что это можно оправдать энкропии, сознание столь далеко отстоит от энкропии, что я бы не стал произносить эти два слова в одном высказывании. Это совершенно разные материи. И при этом и та, и другая материя являются объектами научного изучения. Мы и то, и другое должны пытаться познавать. Но эти этажи столь далеко расположены, что надеяться объяснить нижним этажом верхний этаж, ну, по крайней мере, в обоих в будущем совершенно безнадёжное затеяние. Спасибо. Спасибо. Вертий Михайлович, так вы хотели выступить, да? Да. Так, пожалуйста, добирайтесь. Я сказал. Прости. Спасибо. Спасибо. Товарищ предлагал повернуть, я вот не повернул, только не вообще попробую. Это уровень ощущений, которые мы воспринимаем в среду небожиевых. Значит, эти сигналы поступают в некий слой, который можно называть сначала как бы подсознание или что-то вроде вы понимаете. Дух. Можете сказать? Дух. Не важно слова, что-то. Нет, важное иметь дух. Сознание уже включает знание текста, а вот что не включает? Более широкое способность. Я имею в виду, что знание будет дать, но вот это в трубу. то есть сначала идет переработка ощущения на каком-то подсознательном уровне, а потом это поступает в сознание. Так вот я докладчику обращаю внимание, когда мы пытаемся проанализировать то, что мы осознаем уже, то тут есть обратная связь. И поэтому я хотел сказать, что вполне возможно, что вот это наше сознание ободействует на наше подсознание и в каком-то степени искажает то, что там находится. Вот, собственно говоря, это я хочу сказать. Наоборот, время вот. Если наше выступление закончилось, Пальцов Владимирович, да, пожалуйста. я уже тут говорил несколько раз выступал на эту тему и в свои доклады многостагал в репликах. у меня есть несколько личных переживаний. То, что есть вот нечто, что можно назвать пророческими снами, вот для меня это факт, который я просто лично переживаю. Как ученый могу сказать, что эта вещь не является научной вот в каком смысле. Она невоспроизводима и непределима. Я не могу определить свои сны. Я сам для себя не могу второй раз воспроизвести такое же вот предсказание. Но то, что были вещи, которые невозможно объяснить случайностью, ну, слишком уж маловероятность этих совпадений. Это абсолютно точно. У меня был сон, который сбылся как бы в двух... Он составил двух этапов, при том в осне они были очень близки друг к другу. И один, первый этап того сна сбылся где-то через 24 года после того, как сон приснился, а второй этап через 32 года после того, как этот сон приснился, они были действительно связаны той самой логической цепочке, которая была во сне. Я уже говорил здесь в своих других выступлениях, у меня... Я люблю архитектуру. Я не архитектор, профессиональный, ничего, я просто люблю архитектуру, везде, куда я приезжаю, хожу по городу, смотрю, фотографирую, рисую. И мне снились архитектурные сны, относящиеся к Москве, которые сбывались через 5-10 лет после того, как они приснились. Они у меня зарисованы, на рисунках стоит дата, но сам себя не обманывал. Я могу желающим показать эти рисунки с датами. До реализации соответствующих архитектурных проектов проходило 5-10 лет после того, как они мне снились. Притом, я ни с какими архитектурными организациями не связан, то есть совершенно исключено, что кто-то мне сказал этот замысел, и он мне приснился. У меня нет знакомых архитекторов, ну, по крайней мере, если бы 10 таких архитекторов нет знакомых. То есть явление есть, доказать это научно невозможно. Вот тут мы находимся в какой-то такой странной зоне, где личная убежденность никак не может быть подтверждена с точки зрения естественных наук, вот как говорил Кант, позитивным образом. Нет позитивного знания. но тем не менее есть какое-то другое знание, убежденность того, что моя память меня не подводит. Я больше убежденность, что то, что нарисовано, нарисовал не вчера в забытие, а нарисовал именно тогда, когда там дата стоит. То есть у меня есть документы, которые подтверждают, что мы с нас долго. Иногда. Но не систематически. Это происходит достаточно редко. Ну, может быть, не уверен, что десяток случаев наберется за мою жизнь. Но это происходило и происходило на очень длительных интервалах времени. А вот наоборот, такой вот близкой интуиции, то, о чем вы говорили, когда человек предчувствует, что ему скажут, здесь у меня наоборот полный провал. Я не догадываю. Вообще то, что вы говорили, это называется догадывальность. В обиходе это называется догадывальность. У меня вот это отсутствует. Близкий прогноз у меня практически отсутствует. А далекий почему-то есть. Не знаю. Такая дальнозоркость, если так можно сказать. Значит, это явление как-то изучать надо. Вот то, что вы завели сайт, это замечательная идея, великолепная. Вы мне его потом дадите, а мы пришли свои материалы. Единственное, что тут можно сделать, это собрать свидетельство. Собрать свидетельство людей, которые это пережили, но придется им доверять. Значит, для того, чтобы этим людям доверять, необходимо обеспечить полную бескорыстность. То есть никакой оплаты не должно быть. Участие в этой работе, предоставление информации не должно иметь для человека никаких материальных, финансовых, политических или каких-то других последствий. Вот это надо обеспечить, иначе вы получите такое количество либо информации, либо, так сказать, прославливаться или что-то еще. Вот это, кстати, просто то, что ими появится на сайте, это может сработать против сайта. То есть начнут люди, у нас стоят по телевизору, мы часто видим, когда люди вылезают, они согласны опозориться, лишь бы их показать. Это такая вещь есть. Вот единственное, что можно сделать, это обеспечить незаинтересованность людей в предоставлении этой информации и накапливать информацию. Ну и все равно, даже если нам кажется, что мы обеспечили незаинтересованность, надо продолжать анализировать то, что получено и критически тоже анализировать, а не обманывают нас. Не обманывают их на цех, чтобы человек сам себя не обманывал. Вот это тоже очень важно, чтобы человек сам себя не обманывал. Что это такое абсолютно непонятно, мне очень понравилось от замечательного лего, что действительно цель это когда уменьшается энтропия. Да, цель это когда уменьшается энтропия. Если энтропия продолжает расти, мы говорим о бессистемной деятельности, о том, что человек не знает, чего он хочет. Если человек уменьшает вокруг себя энтропию, то есть начинает вроде как с неопределенности, потом приходит к чему-то определенному, мы говорим, что человек целеустремленный, он имеет цели и приходит к результату. И вот я продолжу, Майсин, а нет ли здесь движения времени назад? Я уже говорил много раз о том, что современная физика совершенно не может объяснить, почему у времени ход в одну сторону. Что это такое? Все законы природы, как только их достаточно хорошо изучают, становятся либо в дотерминированном, либо в вероятностном смысле обратенными. Почему времени обратено сегодня, ответа нет. Некоторые соображения, которые высказывал ряд физиков, легко разрушаются и скорее являются какой-то попыткой аргументировать известный факт, а не таким строгим доказательством того, что это должно быть именно так и не уменьшено. Так вот, может быть, все-таки. У нас есть какой-то орган чувств, который принимает не только фотон, приходящий из прошлого в будущее, или из прошлого в настоящее, а еще и такие фотоны, я употребляю слово «фотон» совершенно осмысленным, потому что волновое уравнение имеет два решения, я Дамарах нашел, одно решение из прошлого в будущее, другое из будущего в прошлое. У физики даже до этого специальный термин зарезервирован. Решение с запаздыванием – это когда из прошлого, и решение с опережением – это когда волна идет из будущего. Фотоны, их кинематика подчиняется волновому уравнению. Волновое уравнение абсолютно симметрично относительно прошлого и будущего. Вполне возможно, что мы просто не ощущаем, у нас слабо развит, но все-таки, видимо, есть орган, который воспринимает фотоны, приходящие из будущего. Спекуляция, сразу прошу прощения, спекуляция, я не могу этот орган указать, могу сказать, где он сидит, но факты есть, есть факты, которые очень трудно объяснить, если действительно нет связи с будущим. Не исключено, что идут процессы в обе стороны, просто мы так устроены, что воспринимаем только сигналы, идущие в одном направлении. Но что-то такое у нас сидит, что способны применять процессы, идущие в обратную сторону. Точнее говоря, применять сигналы, идущие с обратной стороны, с опережением. А то обстоятельство, что мы умудряемся описывать мир из прошлого в будущее, что, в общем-то, физика на этом пути многое преуспела, многое достигло. Так Лена специально проводила математические исследования на отсчет, я должен вам сказать, что найти такой процесс, в котором бы знания прошлого было бы недостаточно, для того, чтобы... Хотя процесс двусторонний, просто случайно написанная кривая, но вот найти такую кривую, которую нельзя было бы описать законно, зная только ее левую часть, и построить какую-то функцию, которая отображает ее направо, очень трудно. Мне удалось найти... Все эти процессы описываются, у них есть полное математическое описание, процессы, с которыми этого нельзя сделать. И они несовместимы, ну, скажем, с первичным взрывом. Вот если у вас был начальник взрыва, большой взрыв, а все равно, то есть есть одна выделенная точка, то ни одного процесса, в такой вселенной нет ни одного процесса, который нельзя было бы описать уравнением из прошлого в будущее, независимо от того, как там реально происходит взаимодействие. Вот, это математический факт, он строго доказывает. Хотя я его не публиковал пока, но это строго доказывает. Все процессы, которые не могут быть описаны в одну сторону, в сторону, они все обрадуют очень узкие классы, и несовместимы с выделенной точкой. То есть ни одной выделенной точки на прямое время не должно быть. А если их много, если таких точек много, то должно быть? Достаточно одной выделенной. Нет. Нет, вот с вашей ноги, ладно, что-то, если много таких точек? Нет, ну что-то, если много выделенных точек? С технических процессов? Нет, я рассматривал не независимо, прямую, но не знаю. На окруженности я не проверял, просто у меня теории для окруженности нет. Для прямой мнения, вот то, что я говорю, для окруженности не знаю. На окруженности, я думаю, ситуация будет еще хуже. То есть в том смысле, что там, наверное, любой процесс. Не знаю, не хочу. Это надо отвечать на это серьезный математический вопрос. И у него есть четкое решение. Напрямую наличие выделенной точки, то есть такой точки, которая больше не имеет аналогов, уже исключает невозможность описания, уже исключает, что процесс не может быть описан одной стороны. И вообще, процессы, которые нельзя описать односторонне, образует крайний мужский класс, совершенно не совместимый с той реальностью, которую мы видим. Достаточно сказать, что этих процессов не может быть больше двух состояний. То есть только вот любой процесс, который нельзя описать односторонне, то есть из прошлого в будущее, не может иметь больше двух состояний. Наличие третьего состояний приводит в противомет. То есть это очень узкий класс процессов. И вот это все наводит на мысль, что направленное время вполне может быть иллюзией. Вполне может быть иллюзией. Следствием нашей конструкции. Мы так устроены. Мы видим в одну сторону. Вот как человек, который едет в автобусе, стоит и смотрит в заднее окно. И он хорошо видит то, что было, и может только угадывать то, что будет. Но человек, который сидит в кабине водителя, смотрит спирит, наоборот. Ему приходится с трудом соображать, что там сзади, но зато он хорошо видит то, что будет. Так вот, может быть, иногда мы можем поворачивать голову и что-то видеть впереди. И вот, может быть, из-за этого происходят такие вещи, о которых у нас сегодня я сказал. Спасибо, Александр Владимирович. Я у вас микрофончик возьму. Так удобно ловиться. Так, вы сейчас ответите, прошу прощения. У вас вопрос был лейтенантичный. Я вас остановил? Я получила. Получили ответ. Пожалуйста, ваше заключительное слово. Мне так интересно, я просто могу наоборот сидеть на месте. Сейчас я отвечу на все вопросы. Если позволите. Значит, я как бы начну с последнего, к первому. Пойду, да? Да, вы совершенно правы. Эти факты ускользают. Когда он тебе открывается, другого его не покажешь. Но экспериментально это можно проверить. Сейчас я скажу вам, что это сделать. И я лично, я могу это сделать. Но я этого не делал, потому что я боюсь. Боюсь посадить. Я могу... У меня сцеплят по гипнозу, я могу погрузить... Да, сейчас начало так. Да, есть две категории людей. Вот вроде вас на газорке, которые видят очень радарное будущее в своих средних. Я их специально отбираю. У меня таких нескольких человек есть. И такие, которые вот на завтра, да? Вот как бы две категории. Вот те, которые имеют возможность... Будущее... Ну, соблазн вот такой, руки чужихся, можно погрузить в транс и попросить увидеть, допустим, Минск 2014 года. Понимаете? Это можно... Это очень просто. Я могу сделать так. Я могу погрузить в транс студента, когда обучаю гипнозу, и отправить его, допустим, до квартиры нашего заведующего кафедра. Он может описать квартиру. Это не трудно. Это можно научиться. Но я не знаю, что будет. Я боюсь, что будет с этим человеком. Не уйдет ли он, допустим, в патологический сон. Не плют, или вызывать психиатра специально, чтобы его разбудили. Понимаете? Не будет истрела. Потому что игра, эта игра с психикой чужого человека, она очень опасна. Тем более, что все эти люди, они, вот все, которые я нашел, они все были пациентами. Они обращались за помощью к психиатрам. Не обязательно с психозом. Но, в общем, какие-то элементы были. Но эксперимент такой возможен. Он возможен. И я думаю, что он возможен даже с повторяемостью результата. То есть один инструкторный, другой туда же информация. Понимаете? Но рисковать это уже слишком было бы сложно. Опасно. Что касается обратимости или обратимости, я думаю, что мы с вами мыслим слишком абстрактно. Вообще говоря, нет в природе обративных процессов. Они только в нашей голове. Идеальная модель, допустим, какого-то физического процесса, она обратива. Но реальный процесс, идущий в лаборатории, в пробирке, и так далее, он никогда не обратится назад. Солнце сгорит и взорвется. Что-то излучится. В идеале мы можем математически прощать их в обратную сторону. Но в жизни, в природе, этого нет. Поэтому у меня время повсюду. Это мое убеждение. Мы забываем о конкретности. И вот именно здесь мы говорим, что научный метод не работает. Потому что он очень лично общее. Он работает с идеальными моделями, отвлеченными, с абстрактными. Нет вообще в природе абсолютно черного тела. Нет в природе математической точки. Это мы придумали. Понимаете? Всегда есть конкретная черная дыра, которая в какой-то степени что-то сейчас только отражает. Я не знаю, это уже не моя тема. Да, кстати сказать, забыл сказать вам. Я думаю, что черная дыра возникает вследствие нарушения темпоральной обратной связи. Любой конопсирующий объект, он всегда покидает наше пространство времени. Именно по этой причине. Он не подпитывается отсюда, оттуда. Мы тоже можем прочее. Идем дальше. Значит, поэтому необходим не научный традиционный метод, а тот метод, который призывали давно и те же самые неоконсиансы, и тоже полрикер, и рейкер, и все прочие. Это идеографический подход. То есть изучение каждого отдельного, не метода научного опознания, то есть выделения общего для всего класса объектов, а метода понимания. Не опознания, а понимания. Антисцентический подход. И поэтому я задумывался о времени. О каком-то системе, порождающей замыслы, реализуемые в конкретных событиях. Я пытался его понять. Я прошу вас, почитайте, если не привлечетесь, все-таки в мою работу на сайте структуры времени. Там достаточно написано об этом. И о методе понимания. Спасибо. Очень было интересно. Значит, дальше я перемещаюсь к вопросу про образы. Значит, я лично думаю, это мое мнение, оно опубликовано в этой же самой работе. Кстати, книжка вышла. Я просто не привез. Я привез, я приехал без всего. Это другая книга. Книга, опубликованная на вашем сайте. Вышла в бумажной, в маянице. Более подробной. Но то, что в бизнес-классе. Структуры времени. Наши бессознательные просто не знают ни одного языка. Ни русского, ни немецкого, ни английского, ни какого еще. Поэтому она пытается обратиться на образном языке. А мы не всегда понимаем смысл образов, которые мы получаем. Или буквально мы видим события в виде образа, либо налегка в таком языке, так сказать. Понимаете? Я могу это доказать и очень просто показать, что действительно это просто символический яд, который используется человеком, не знающим языка. Ну вот, как у нас в метро женщина пыталась что-то доказать, не зная русского языка. Какая-то иностранка пыталась что-то вернуть. Ну, симметический реакт уже связан с знаками, а там и этого нет. Нет, нет. Каждый образ. Вот у нас есть трансцендентная функция символа, Пюнк пишет, да? Это функция, символ указывает на бессознательное. На бессознательное. Допустим, лук сновидений, такой зрелый, это состоит в здоровье. А пожуханный лук, это значит, что-то плохое, депрессия. Преизвестенный современный есть такой символизм. Но я подчеркиваю, это вопрос, если так на то пошел, это вопрос, который нужно было бы оживить. В СССР Лев Маркович Веккер, автор книги «Психические процессы», он все построил на двух языках, образным и логическим. Вербально-логическим и язык пространственных моделей, да? Психология была. А до него, об этом писал и Пономарев, Яков Александрович Пономарев из «Психологии», если мой оппонент на защите. Потом этот самый, Ольтер Ройтон писал. Это целый пласт идет на эту тему рассуждений. И вообще, поверьте, мы шли это приходит с одной законом другой. То есть вы совершенно здесь правы, но я подчеркиваю, сейчас уже появился третий язык из «Киристосики», то есть «Киристосики», так сказать. Значит, что касается моих леверанцев или, как бы, так сказать, оправдания того, что еще там поют, я честно говорю, я знаю, что у вас есть закон о лжедоуке. В вашей стране я гость. Но что касается моей боязни, за мою репутацию, ее совершенно нет, потому что я гражданин другого государства. И там, это такое государство, которое вообще плевало на все остальные мнения. Вы знаете наше. Что такое Белоруссия? Она смогут там, там плохо говорить и Клинтон, и Буш, и кто угодно, и где угодно, а мы, как говорится, об этом даже не знаем, и не думаем, и не слушаем. Такие мы, 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 я, может быть, я использовал какие-то приемы удержания внимания, потому что только что я психотерапевт и занимаю, практиковал гипноз, практиковал, манипулирование. Это просто, как бы, профессиональная привычка, да? Но это не потому, что я хотел произвести впечатление. Зачем мне произвести на вас впечатление? Подумайте. Сейчас я седу в поезд, поеду домой, и там буду произвести впечатление. Там моя карьера, там моя диссертация. Совершенно не связана с тем, что я делаю здесь. Время для меня просто то, чем я живу, это то, для чего я родился. Это моя самость, я нужно ее познать. А диссертация, это карьера, это моя жена, это моя дочь, это моя квартира, моя дача, моя собака, которая хочет кушать. Понимаете? А это не связано. Поэтому я хочу сказать прямо и четко. Моя цель здесь, выступление здесь, это поиск, поиск партнеров, соратников. То есть с кем можно было вместе двинуть это дело. Потому что в диалоге, вы знаете, как психологи, развивается мышление быстрее, чем один, думающий и так далее. Понимаете? Поэтому я буду очень рад, если мы действительно объединим усилия и сделаем что-то, что может быть с теми, кто будет заинтересован, что может быть каким-то образом конкретизирует, продвинет, уточнит такой подход, наш подход, нашу точку зрения. Потому что, видите, все-таки это не искусство, это наука, по всей видимости. И не случайно здесь как бы природа страхуется и много людей сразу начинают думать об одном и том же. А потом встречаются у них просто разные излики, разные основы, чуть-чуть оттенок, но суть, та же схема, та же. И поэтому именно мое выступление здесь и присутствие вашей мастер-литки только в том, имеет цель, чтобы собрать, найти кого-то, с кем можно вместе дальше работать, чтобы обрастить этим снежным комом. Поэтому я очень прошу, очень прошу просто. Я сейчас раздал мизит на карточки, но это даже не обязательно, потому что на сайте вашего института есть мои статьи, там моя фамилия и мой электронный адрес, то есть все мои координаты есть, и Силья по мне. Значит, можно запросто написать мне. Но я попросил, если действительно так, я читаю очень много, я почти все прочитал, что в главе написано здесь. Надо просто прочтить вот эти структуры времени, действительно. Смотрите, что там написано. Там очень много написано. Я просто решил поменьше говорить, чтобы можно было побольше обсудить, если сказать главное. Это всегда работа. Значит, что касается Европии, я очень рад, что физики нашли такое подтверждение, такое, как бы, так сказать, оправдание моего подкона. Это убеждает меня в том, что я на правильном пути. Это очень приятно. Что касается вот того, что выглядит про ощущение, про подсознательное или бессознательное или подсознание. Кстати, сказать, у нас вообще-то, я не знаю, я не знаю, как здесь, в Москве, но у нас очень четко в Белоруссии и, кстати, на Украине тоже и многие психологи, с кем я знакомый, учился вместе здесь, в Москве, они как-то приняли, так принято, если ты принимаешь концепцию Фрейда, то ты называешь это бессознательным. А если не принимаешь, ты называешь подсознанием. Тоже вяльность, как бы у нас свой взгляд со всеми другим названием, да, и я до сих пор не понял, как вы все-таки к этому относитесь, у вас то бессознательное это подсознание. Я говорю бессознательное. И Фрейда, и Юнга и вообще все это направление. Значит, не нужно, мне кажется, искать какой-то орган, который бы при мозге воспринимал бы вот эти фатоны. Мне кажется, это, понимаете, как бы это сформулировать так. Это с точки зрения биологии, то же самое физиологии, ВНД, психологии, это, ну, слишком, это огрубленный подход, понимаете. Найти орган, который отвечает за мышление, за память, так сказать, шишка, шишка, темпераменты и так далее. То есть, действительно, все-таки это более комплексный анализ, более сложный. То есть, вот именно это. Вот. Ну и я бы не стал с християми соглашаться с тем, что источником знаний является ощущение. Вы знаете, Пиаржи тоже говорит, что либо из объекта, либо из субъекта, да, знание будет развлекать. А оно говорит, из взаимодействия между субъектом и объектом. Вот специально это. Вот локковская позиция, допустим, там или кандианская позиция, они обе однобочие, а посторонние. И поэтому такое взаимодействие это возможно, кажется. Значит, что тут еще было такое про животных? Ну, я не знаю, вы, наверное, знаете, если вы занимаетесь временем, это интереснейшее исследование Бехтерева, которое связано с животными. То есть, когда Бехтерев брал вот так вот мордочку собаки, смотрел в глаза и представлял себе действие, которое собака совершит, допустим, побежать, прибыл на диван, отпускал, и она это делала. Так как она это воспринимает? Животные, конечно, гораздо больше чувствительны, очень сензитивны, чем мы думаем. И их интуиция колоссальна. Ну, например, такой пример. Когда хозяин пострадал, собака забыла. А вот у меня, допустим, есть одна студентка, она хвастается тем, что она живет на 12-м этаже, очень шумная улица. И когда она подходит к подъезду, собака идет к двери, чтобы ее встречать. То есть, она ни запахом, ни обонянием, ни слухом, ни зрением, не знает, что хозяйка подходит к подъезду дома. Но она уже без двери, чтобы ждать. То есть, она уже знает. Она с нету матери на руках, срывается и бежит. Вот эта интуиция, пожалуй, она живет об этом. Без этой интуиции собака бы не выжила, но здесь. Но только трещи должны быть о домашнем животном. Не диких. Я думаю, что домашним животным это менее доступно, а вот диким в большей степени. Они более интуитивны, так сказать. Но не в отношении человека, а вообще жизни. иначе мы их всех съели. Они не чувствовали опасностям и так далее. А ваш ли каким-то образом связан с вещью их хозяев? Они ее непрекрытно слушают. Рак, так и повторяю. С вещью хозяев. Они не понимают эмоциональную окраску вещей. Но не ее смысл синонтика, то есть не предметность, на что указаны. Животные. Ну, это, конечно, очень интересный вопрос с животными. Сейчас, может быть, не все выступления вспомнил. Все-таки сказывается и утонувание сейчас. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задайте. Если еще что-то есть. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста. Мне, к сожалению, опоздал начало, поэтому извиняюсь, если бы вы просто показали. Не могли бы сформулировать у вас там в тезисах я прочитал, что вы говорите, что передача сигнала дается в определенном как-то вне пространства. Как вы логически это выясните? Я не писал. Нет, что передача сигнала, мгновенность передачи в тот момент, в этом приводит, она где субъект, все вместе. Если я начну повторять, это будет слишком утомительно, я скажу кратко. Господин Лучшимек сказал. Сигнал передается от одного к другому человеку, если они оба находятся в одном архетипе, помещенном в один психолог. То есть такую реальность, которая связана физически и физически. Понимаете? То есть мы там с вами вместе. Чаще всего это родственники. Или близкие люди, или те, кто другого ненавидит. Ну вот как в заведении одной моей пациентки. Она, ей снятся змеи, змеи, она их режет так вот ножом на куски. А она рассказывает его, а другая девушка, они делили парня, она говорит, я всю ночь на тебя змеи напускала. Она их режет. Они были в одном архетипе. Ну, не будем услышать. Я хочу сказать следующее. Действительно, я, как бы сказать, не был готов более детально и не хотел более детально все это проговорить. Это было бы слишком долго и утомительно. И я не знаю, честная аудитория. Сейчас я уже ее знаю. Но я уверен, что я приеду еще раз. Я надеюсь, что меня еще раз пригласят. Я все очень подробно расскажу и включаю все эксперименты, которые, возможно, подставлены и все факты, которые у меня появятся. И, разумеется, я все это напишу. И даже в мой интеракрат сегодня более подробную вещь я пришлю Аксану Петровичу. Я надеюсь, что вы разместите его там, где будет мое выступление. Я думаю, что мы более подробно к этому обратимся. Я хочу вас очень поблагодарить. Сейчас еще был вопрос. Да. В связи с вашей концепции можно ли лечить психические? Да, я думаю, что да. Я думаю, что да. Если не психические. Да. Это вопрос очень меня волнувающий. Это моя ситуация. Конденсирование психоза. Дело в том, что если исходить из юнга, то любой, даже психиатический симптом это сигнал о том, что бессознательно создало новое образование. То есть нужен новый шаг. В виде индивидуации. И правильное понимание это вот тот самый индекс, да. Правильное понимание его и отношения, и узнать себя правильной позиции это уже выздоровление. То есть мы просто говоря, когда человек отвергает свою самость, ту программу, за которой он родился и живет, да, живет в другой жизни. Бессознательно напоминает о том, что нужно выбрать за новое на нужное. Вот она дает такой сигнал. Конечно же. И система расшифровки, да. Мы пробовали, знаете, эту же модель применить с одним математиком для создания новой поисковой системы типа Google. Поисковая система в интернете, да. Это тоже смысл-интеллект. Вот там это не получилось, честно говоря. Потому что мы пытались найти какие-то в индексе, какие-то так далее. Как это связать? Построить новую, новую, построил машину. А вот в плане психотерапии это работает действительно. Но оно полностью опирается на учение Юнга. Я не знаю, если есть психологи, вы, наверное, знаете, что всего три человека переводят Юнга на русский. Зеленский в Питере, Минжуйн в Москве и Поликарпах в Белоруссии. Так что я не знаю, чем международная ассоциация юнгианской социальной психологией. И что я, и то, что очень много о том, что я говорю, было бы понятно очень, если было бы в контексте Юнга-Юнга. Понимаете? Юнга, да? Но сейчас я не хочу, это очень ужасно долго было. Понимаете? Что я не делаю? Именно в этом плане. И вот если действительно повторить методы Юнгианской терапии, это активное воображение, когда работает с образами, продвижение глух, да? То, конечно, это работает. Я, собственно говоря, пытался это делать до практики. Я пишу об этом сейчас. Диссертацию. Он уже почти написал. Докторскую. Но это уже, это абсолютно другой аспект. То есть, я не пересекаю, потому что это такая практика. Потому что я считаю, что это декоментозное лечение здесь, когда такие индукционные психозы, оно совершенно... Ну, вы знаете, что при, допустим, когда мы человека лечим, скажем, нерлептиками, нерлепсия появляется, нерлепсия, она имеет то, что это за хрюмин. Правильно? Потом, знаете, чем мы ее идем, так сказать? А зачем? Благодарю за это. Людей один с народом, буквально, получаем это же. Господа, я не хочу уже сейчас тему развивать. Я хочу действительно сказать, вас очень поблагодарить за то, что вы дали мне возможность как бы это все обсудить и такую интересную и обратную связь. Увы, Минск очень сонный город, и там люди очень, ну, они очень, как бы, так сказать, ну, нет таких, как мы, таких инициативных, таких вот интересующихся людей, которые бы так вникали, слушали, ходили бы так поздно на семинары. Они ложатся спать рано и, в общем-то, я думаю, так тоже неплохо. Вот. А здесь я буквально просто счастлив, что я могу так общаться с вами, поэтому я прошу очень большую благодарность. Я хочу вам сказать сейчас, что, как Санглорус и Минчанин, я тоже люблю спать здесь пораньше. И я, глядя до полдевятого, я очень боюсь, что я не наберусь до вокзала. И, тем более, это уже поздно, и очень много у вас всяких бомжей и всяких странных людей на улице. Поэтому я хочу просить уже сейчас вас, ну, как закончить все это, дать мне возможность уйти. И очень прошу тех, кто заинтересовался, прочесть эту работу и написать мне по интернету все это дело, так сказать. А что касается концепции Рубенштейна о понимании времени, я это сделал в доклад для итальянцев. Они там гуляют на итальянском языке, надо потом перевести и это тоже как-то предложил. На итальянском уже поместили, на самом деле. Ну, я на русском еще... Кто хочет, прочтет? Нет, ну, если знаю. Я потом, возможно, его транскрибирую, так сказать, и разрезать перевести. И еще раз огромное всем спасибо, лучше когда познакомиться. Всего доброго. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...